Молитесь, Игнать Тихонович. Счастнейший Херувим и славнейшего истинно Серафим. Без истления Бога, Слова, Рожешу и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Жили и Приснох и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскресе измертых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей, Матери, силы щаснага желтворящего Креста. Святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо и си человека любит. Аминь. Боже, милости будь мне грешным, создав имя, Господи, помилуй меня. Без истинства за грешен, Господи, обрасти меня грешным. Помилуй меня. Без истинства за грешен, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешную, яко не кали же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и довой-то мне воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойные. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, Иже везде Сыне вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очисти мне от всяких скверно, И спаси, блажа души наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и совеневыщи наше, Имеи Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Вославши от нас, припадаем тебе блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 и все Божие, Богородице, помилуй нас. Свят, 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 и все Божие, Богородице, помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки вековами, внезапно судья приедет. И кое-го же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 и все Божие, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восставь благодарю тебя, Всесвятая Троица, ко многу героя Твоя благость и долготерпение. Не прогрелся на меня ленивый и грешник, погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал, если я обычно. И в нечаянии лежащего возил мне, если я воежу. Утрените, славословите, державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста. Поучайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем. И воспеватель, все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Сто восемнадцатый псалом со сто тридцать второго стиха. Призри на меня и помилуй меня, как поступаю с любящими имя Твое. Утверзи стопы мои в слое Твое, и не дай владеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осея раба Твоя светом лица Твоего, и научи меня усталом Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенно истина. Ревность моя, снидай от меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твое возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Правда откровенит их вечно, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню устало Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои, предваряю от утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеке нет закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все запады Твои, истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступи в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечстил их спасения, ибо они у уставок Твоих не ищут. Много щедрот Твои, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слово Твоего. Зри, как я люблю по велению Твоей, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонит меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радую себя Слово Твоему, как получившую великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои перед Тобою. Да приблизится вопуль мой при лицо Твое, Господи, по слову Твоему, вразуми меня. Да придет моление мое при лицо Твое, по слову Твоему, избавь меня. Уста мои прознесут хвалу, когда Ты унаучишь меня усталом Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я по велению Твоей избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю, и воплотился, чтобы спасти всех, И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Я и многие щедроток и неизлечены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет, и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо этого дела да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет проивше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я предчастникам славы Твоей вечной, и да не похитит меня Сатана и не похвалится. Слово. Что торт мне от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери Моей. Спаду в меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда Свои тайны греют, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Адами Прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за него сдержание мое. Не дай возможности злому демону, починить меня себе преобладание от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель, покроитель беды в души и тела, прости мне все, чем я скорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил в меня страхи своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладыщица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгонять меня смиренно у несчастного раба твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удалиться скверно, лукавые и хульные помыслы языка на моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисти имя Твое славиться во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословен от Руженах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, счастнаго, жертвовящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твоих, победа на сопротивные дары, и Твоя сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, родителей и сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбаросия, Вадима, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический, и иночийский чин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священникам, если угодно тебе, смири власти воинств твоих, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это доброе время мирное, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай вам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. И без всего прошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани, и в этот день от всего, что не славит тебя, от непосильных искушений. И защити наше жилище здесь, и селение наше, от пожара, воров, от нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серапима, и Владимира, и братья, Людмилу, и любовь Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрых жителей, знающих себя, сиди с ними, сохрани школу, спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтину, побуди всех на пропорте, Игорь Наталью, Игорь Наталью, Стасию, и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерина, 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 И всех, с кем мы познакомились здесь, кому возвестили слово истины, благослови и помилуй. Возри на грозу врагов, на все, что они творят беззаконие. Всю людей не помяни их безумие, и обрати их на путь покаяния, и примири с нами. Посети благодетели наших, Елену, пригодил обратить Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Благодарю, Иоганину, Катяну, и найти отступников Михаила, Николая, Александра, Юрию, благослови Максима, и от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. На них все наше родство. И вдохи, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Мали, Татьяну, и романа избавил Павла, духа лжи. Божество Виталий, Никиту, даруем духовное рождение и желание трудиться в поте лица, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мы исцеление от твоего. Валерия, Иллариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежда, Татьяна, Татьяна, Валентина, Валентину, Нианилу, Нианилу, Ивану, Мария, Александру, Анну. Господи, благодарю Тебя за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться напольным. Господи, сохрани наше сокровище в интернете. И благослови тех, кто помогает нам там быть. Благослови трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Сергейского, его друзья. Обратим Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Геонтия. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Упокою, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который живя на земле не согрешил. Мы просим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи, Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Вознай милостями Твоими и в вечности всем, кто трудился над моей душой, Мария, Степана, Александра, Михаила, Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил, защищал, прошу Тебя, не покинь смертный час, когда душа будет разнущаться от тела. И проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн, Пресвятитель, предтеча Христова, моли Бога о нас, ваучи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать. Никому не завидовать. Каждому дару жилье Сергея Гавриева. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мирный тиски, чудотворец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авен, Иосиф, Иосиф, Патриархи, Езерниеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изекииль, Осия, Иаил, Айгей, Исапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрих и пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом Святым, Духом Пророчественным, Церковь Свою, Дабы день прихода, То наше отшествие Не заставилось Неготовыми, Но чтоб вышли На встречу Тебе, Господи, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами полными Илея добрых дел, Соделанных Духи Святом С любовью, Аллилуйя, Слава Тебе, Божина, Слава Тебе, Болите Бога, Насты, Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы, Все небесные силы, Престолу Божию Предстоящие, Святые Апостолы И Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, За дару и нам Господь Жажда исследовать Священное Писание, Ибо через них мы думаем Ведь жизнь вечную, А они Свидетельствуют О Тебе, Валите Бога, Нас, Святые Муженики, Муженицы, Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон, Муженик, Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Дорог любит Господь народ свой, Дабы никто не принял Начертания зверя, Антихриста, Афиму, Вениамину, Дай веру Старшие родители За такое ложное Воспитание, Молите Бога, Нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затауст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Египетский, Макарий Александрийский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николаев, Макарий Алтайский, Пиларет, Все перевозчики Священного Писания, Я, Штатхян, Шанхайский, Умудри нас, Господи, Сохрани в святой Православной вере, А замосты ретиков Вичко преврати В грязней, Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Доку первомущиеся, Патина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь, Экстахия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Хрискела, Иакела, Иакела, Ирина, Юлия, Богослови, Господи, Нас, Ислыша молитвы о нас, Ирина, Иустину, Добавь церкви, И чистой силой избавил церковь свою От волшебства, Рожбы, Обращения к шептухам, Помилуй нас, Господи, Помилуй нас, И даруй женам и делам, Послушание, Молчание, Соломудрие, Истудливость, И сохранение их от всяческого поругания, И нас помилуй, Милости Твоя ради Исправки и покоримости Галины семейства Евгения Надежды Бедмилы Иоанна И прими нашу молитву Ладьяня, Рубь, как жертву вечернюю Благоухание приятное Перед престолом Благодати Твоей, Господи И соедини Молитву нашу И пролитой за нас Прими нашу молитву, Господи, о всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит Раб Твой Аллилуйя доброе утро всем я тут немножко спрошу батюшка тут говорил что в это воскресенье потеряешь и будет вещание сына старосты терентия и катерина и катерина это дочь моего племянника катерина бабушка моя родная сестра валентина тихоновна конечно об этом помолиться надо но сегодня ночью на молитве был и мысль такая пришла я с володей поделился и вижу что правильная мысль была игорь на этой неделе не приезжал из-за дороги апрель в пятницу что подготовил аппарат твой аппарат возьмет провода там есть и поехал и все снял они там не могут снимать и да и заняты поехать туда и воскресенье полную съемку провести попросить ангелину устинова она хорошо фотографирует училась на это и снимки сразу заберет и наказать как одеваться невесте и прочее потому что очень и не добрые последствия когда начинает вот отдельно надевает прозрачные там бюстгалтер и все видать свалятся грудью но это очень дорого обходится очень дорого а как дорого очень просто я тоже был приглашен на одно вещание и это вещание где-то было у нас там то есть на скворечники даже могу сказать а людей много там маленький скворечника веранда большая она кругом идет 60 человек свободно помещаются и вот во время и к не пьянки ничего нету нет но один из братьев тут который венчается я думаю по согласию с ним он берет два щелка красный и синий кто за то чтобы родился сын первый кладите деньги в красный щелок а чтобы дождь в синий и с этими щелками пошел по ряду ну конечно все трезвые дали сколько надо но разве от щелков зависит а я сижу молчу их сказать то нельзя скажет и батюшка то не любит коря встрою встревают то ну но не встревать то нельзя я скорчужился и что же они делают да разве же можно так да разве от щелок или от денег зависит это таинство если хотите знать это же чудо за великое человек родиться и вдруг щелки тут и и думаю что это конечно перед богом бог-то видел и бог поразил того и другого не уже них а и не тот-то щелками ходили родной брат детей нету теперь ко мне обращаются помолитесь детей нету сказать живут а так оба сильные здоровые и главное что в природе то у женихов у жениха все многодетные все ну вот такая история в другом месте точно так же наши люди все надо все по-своему сделали надели такое на ней что как будто у нее кроме грудей ничего нету все прозрачные лямочки себе дать ну зачем же это вы делаете это сокровенное такое это не надо показывать я всегда говорю посмотрите как мусульманок одевают так какие мешки надевают и на там где-то на пляже отдыхает а он приехал туда там пляж особый для мусульманок и он идет какой-то шейх ее за руку держит а другие там в жезлонгах сидят на него смотрят на берегу моря а он и эта газета не какая-то центральная газета путинская газета называется российская газета он идет и за руку тащит ну как тащит она идет рядом с ним за руку держит а не так что поехала отдыхать санатории в шалаше и одной холодно ну а там грузины подогревают или другие там козлы южная нельзя это делать это тоже так же детей нету родители там ждут внуков детей нету и бывает мне когда попадает в руки выставить я не могу выставить то что снималась на свадьбы посмотрите верующие добавляю все верующие там которые придут а там другом городе жених увез ее туда и как одеты все ни на чё не смотрят священников там несколько и люди хорошие но все по-мерзки детей нету год за годом идет вину искать не надо виноваты вы что были рядом и и люди которые наши были рядом там приехали тоже платки долой рук без рукав у руки голые как я не люблю это вот я рассказываю о трех случаях это поражение не от меня же зависит что будут дети или не было другое дело когда один живет или для бога живут люди не знают друг другом мужчиной это церковь ставит на высочайшую вершину а люди не понимают этого но тут другое не в одном случае этого нет что было воздержание и ну и так и дальше так вот здесь чтобы володя там настоял я напишу все дам вариант как туда поехать поехать с игорем другой вариант алена елена здесь гладыщук здесь здесь да вот голубушка моя милая послушай не хотела бы ты поехать я первый вопрос задам твоя машина две ведущие у них колеса или первое только переднеприводная машина крутит вылезти ты можешь застрянешь ну когда одна там как лен за шасси назвать или что там два колеса как у сергей это одна он застрянет он не едет но у меня также также ну значит тогда и надежда нету а так быть здорово было на ежедневно сильно надо привезти одно ехать и она не домогает и все еще не приехала а володя то будет там на тележке все эти коробушки то он свозит и говорю а потом помаленьку привезет это было бы и это тоже хорошо ну какая погода то не знаю посмотреть надо бы и это было бы здорово прямо отсюда володя увезла бы и туда оттуда надежда васильевна прямо к дома с ее этими коробушками то чего не там есть она все какие-то гуманитарка поступает как она потеряевки оказывается заседе не понимаю она суда перекидывает и сама же ездила со мной в никольске мешками мешками одежда сейчас что-то там то давайте попробуем ну было бы здорово что там говори потому что сейчас вроде сухо датер такой да ладно там до трассы крайне восхищает а могут проводить дорога там уж сколько нынче он ее сделал евгений то что здесь совсем не проехали не было той дороги нет он сделал трассу прям настоящую фермер долгов евгений алексеевич вот выйдет потом на меня тут как-то или поговорим вот когда все это закончит еще говорит я все сказал приехать можешь попроведать меня ну вот такой вопрос и молиться об этом надо что было все по-божески потому что жених то там щетина одна бороды нету но тут уж ничего не сделаешь на лица надо может быть что-то повлияет чтобы христианский вид то был но вот так вот от мои размышления такие так хочется что все было чисто свято целомудренно все сергей павлович от начитывает я попрошу не торопись иногда слова пропускаешь не там интонацию слова неправильно считаешь я останавливаю но или все время смотрю не торопись считаешь хорошо все но я говорил так разделять там а год такое-то или разное ровно считаю бывает иногда нужно выделить ну один раз там на ролик в конце или что по по слогам так это было тогда у меня один тут был парнишка от нашей он ей сын нашей прихожанки на такой упрямый вот что нибудь сделает я сразу говорю ты зачем это сделал я ну да ты сделал 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 я каждое слово отделяет отдельно и ждет мой ответ мне сразу то напоминает ну вот такое дело тут два ролика я поставил одна душа приходила ее повенчали при живой жене виталий наверное видел вот ну я она тут рядом сегодня выстрел сколько там 13 роликов но счета но она перед этим была и она зашла ко мне она знает меня и оказывается епископ благословил священник а он теперь ей говорит когда ты рядом я бессильный и у него падает давление ну я разговариваю я говорю давление то может от чего падать что спишь силу отдал ей нет даже так а вы оказывается он женат и у него там ребенок и венчаный стой было она тут она ему не изменяет она меня не слышит и вчера я беседовал с ее сестрой которая здесь родной но не нету веб-камеры там этого глазка но из-за того что так близко знакомы записал это же выставил посмотрите очень интересный разговор они для того чтобы не выставлять узнают она так переживает ее никто не знает и знать не будет это вы все придумывайте никто ее не знает и никто не знает о ком говорили да и притом полезно все неукраденное ну то есть дурью маются и бывает люди возненавидят съемку да вот вы выставляете ко мне зашел человек я и выставляю еще сделал не так-то она-то только одно и то же долдонит и как его чтобы не отпустить как раз я другом говорю что бог говорит я привожу мясописание никакого совета не даю боюсь просто вот и же мне позвонила еще делать игнатий тихонович отец игнати там навеличивает ну счете просчитал до его смерти до ее смерти до ее ты не должна была за него выходить он на 10 лет старше ее ну и это просто так просто для вас чтобы помнили мы все снимаем все выставляем незнакомых людей я спрашиваю не против а я отключаю больше разговаривать с ним не буду зачем мне время тратить это все проповедь это научение тут столько иногда посещаемость такая и люди на этом учатся ну все сергей павлович давай я вчера многим разослала наших занятиях то и меня тут отрубила youtube то я не знал что много нельзя я около 200 забросов сделал кое-как там я что интересно не могу дозвониться до программистов то и взял вячеславу сказал семенову а он тоже на нашего программиста вышел этот сразу звонит я подъезжаю к вам вот чудо какое в казань ударила барнаул приехал тут какую-то оказывается все я делал правильно и оттуда даже прислать мне код я должен им сообщить этот код они поймут что я тут такое есть и дальше можно подключить а у меня кода то нету а он посмотрел я эсэмэски как телефон мне дали подарили вот этот вот это телефон смартфон этот свой там ничего лишнего нету я ни разу эти сама эсэмэски там сколько много мало не смотрел количество там все заполнено и некуда он то есть код то выставлю но я его не получу потому что переполнено через край вода льется и он это все быстренько скинул все заработало вечером за вы замкнулась здесь вспыхнула процессоры у меня же большой процессор ящик стоит все погасло везде непонятно грешит кто-то может быть кот там перекусил или что провод полностью перри перегоревшие то но и пришлось вызывать помощника своего хорошего и он приехал только со своей работы программист профессионал приехал все размонтировал и он уже знал что и провод привез все вставил все заработало вот такое дело володя уедет тут конечно мне одному надо считать серьги если не уезжаешь надо будет печку истопить если холодно будет вот и все мы сделаем так что если все согласны совсем молиться чтобы дальше господь указал как отошел текст видно на экране нет текста не видно ничего не видно все сразу как будто кто-то смел вчера этот ролик то с сестрой разговаривал то без веб-каберы коготок увяз всей птицы про по всей птички пропасть это так лигу лев толстой назвал один рассказ народная пословица вот сейчас есть но ее надо увеличить маленькая такая текст появился счета сделалось такое и картинка маленькая была и видно что шевелится там текст видите все нормально ну маленький ничего не видно маленькие три пальца сложи вместе вот такой на экране то нету но на крайне ну маленький разверните у меня хорошо так ну давай разверни так важен его весь экран то идет звону он так сейчас скинулся и я там не задевал ее не вам где-то у других хорошо это от вас не знаю это еще как я разберу там нету эти два раза щелкните на все видишь как молодцы ай молодца володя все читать можно думаю да во имя отца и сына и святого духа аминь и только хорошо смотри чтобы повторов не было книга открытым оком том 26 вопрос 3778 тема церковь наконец-то обнаружили еще одного просветителя сибири филофея почему вы раньше о нем ничего не говорили когда перечисляли благовестников на руси выходит были же такие светильники и в сибири кто подражал апостолам христовым в первом веке жившим что за методы работы с язычниками были у этого праведника отвечает игнатий тихоныч лапкин погодите трубить посмотрите без предвзятости кто был этот филофей лещинский жившие в 1650 по 1722 году году он полагал себе в заслугу сжигать старообрядцев если они ему не покорялись это же был волок в овечьей шкуре лютый волк не щадящие стада христова палач безжалостный с метрой и змеевидным жезлом не быть может именно за его гонение пришла коммунистическая чума на тобольск что сам царь был сюда сослан чтобы увидел что натворили сатраты царские в рясах что выперло из народа и начали грести большевики всех священников подряд им это ох как не понравилось а как же те жертвы с бородами законопослушные граждане россии не святой верные старинным благочестивым обрядом и старопечатным книгам они не пришли на память вам филофей знал только гнать и жечь его как огня боялись и туземцы и из страха соглашались принять крещение дальше этого обращения не шло или тархиерей с солдатами и проповедь его состояла в основном всего из двух слов робята покреститесь апостол павел не сжигал ни одной кумир ни капище деяния 1723 ибо проходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник на котором написано неведомому богу всего-то которого вы не зная чтите я проповедую вам этим путем рещинский не мог пойти ибо не имел духа любви к слову божию с собой брал толмача переводчика такого же поверье как и окружающие неверы не боролись с неграмотностью но переводили на родной язык остяком и вагулом евангелия христов но слова христова было совершенно неизвестно крещаем архимандрит тихон бабов апостол сибири страница 60 если потомки новокрещенных не смешивались с русскими то возвращались к видово поклонство оставить пока смотри тут не подряд читать архимандрит тихон бабов книга апостол сибири страница 60 кавычки открыты вот тут сразу все видно это я не не мои слова дело это обязательно чтобы было понятно людям пожалуйста пожалуйста его сейчас епископом поставили этого бабова архимандрит тихон бабов апостол сибири страница 60 кавычки открываются если потомки новокрещенных не смешивались с русскими то возвращались к идолопоклонству филофей заболел и принял схему с именем феодора ему было уже 60 лет и он начал миссионерствовать остяки имели некоторые представления о высшем божестве они его называли вторым но обращаться непосредственно к нему спрошениями не дерзали считая себя недостойными внимание его самое страшное считалось клятва на волчьей и медвежьей шкуре если молитва не исполнялась и дала выбрасывали но когда нужда возникала и дал доставался из непотребного места сами шаманы располагали людей принятию веры христовой говорили мы теперь будем веру содержать русскую хотя нам и жалко своей прежней веры но бог не велит нам противиться тебе крести нас после краткого наставления в вере свидетель с радостью окрестил их в другом месте остяки при приближении архиерея разбежались по лесам и болотам но там их донимал гнус плохо ловилась рыба не хватало мясо видно пришло время креститься видно богу так надо они вернулись и добровольно приняли крещение но просили чтобы не совершали крещение над их женами из опасения что они утонут филофей сказал что если кто утонет то утопите меня таким образом все присоединились к стаду христову до трех с половиной тысячи остяков 1714 году также оправился по реке для крещения вагулов отправился тут ты нету дай на тихо кумир не горели но креститься не желали принявшие магометанство получили наставление что теперь можно четыре жены иметь есть конину а у русских этого нельзя велел ставить кресты и иконы над навесами один мула определил их и теперь стало намного труднее крестить склонялись к магометанство потому что народ был грубый простодушный и вместе с тем чрезвычайно чувственный страница 68 принимали крещение без сопротивления за начальником находившимся до этого времени под стражей последовали его подданные в другой раз вагулы согласились креститься но при условии если позволят не истреблять свого бога а вместе с ними крестят и его потом возложат на него золотой крест и поставят в церкви среди икон жен своих будут крестить они сами сами возложат на них кресты согласны креститься если им не будут запрещать многоженство если им дозволят по крещению потребить конское мясо как самое для них приятное потом вспоминали феодора так добрый был простой был старик не кричал не ругался потихоньку добром говорил ребята креститесь а сперва боялись его а после признакомились перестали бояться евангелие от марка 13 глава 10 стих и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие 1 петра 1 глава 25 стих перестали бояться ты должен был сказать кавычки закрыты дальше мое пошло сперва боялись его а после признакомились перестали бояться кавычки закрыты дальше говорит пишет игнати тихон челапкин приводит цитату из евангелия от марка 13 глава 10 стих и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие первое послание петра 1 глава 25 стих но слово господня пребывает вовек а это есть то слово которое вам проповедано и послание к евреям 2 глава 3 стих но как мы избежим вознерадев от толиком спасений которого был сначала проповедано господом в нас утвердилась слышавшим от него прощальный ужин павел заказал созвав епископов и всех попов окрестных вообразим как нынешние ресторанные залы края выпивка чтоб не казаться пресным расселись баки чинно за столами 6 блюд как минимум и губы раскатали над тишиной апостол с простертой дланью таким он видится из нашей тусклой дали с ним за столом и патриарх московский властолюбивый папа и греки торгаши примолкли непочетные все гости забегали под кожей термиты мураши рожно упертое когда-то в грудь усало так ощутимо встало перед каждым для расставания уже пора настало вас дух святой поставил быть на страже беречь пасти искупленных овец жизнь полагать за стадо иисуса но среди вас так много волков есть и от волков бегущие есть трусы не просто волки лютые притом и не щадящие от ары беззащитных привратно говорящие им не закрыть роток и каждый будет мыслить что он учитель не к богу поведут а за собой за прихотью разбойничьей кровавой примеру моему они объявят бой путь благовестия бесстыдно обесславят не пощадят измученного стада авторитет свой пестуя так рьяном каноны выбросят им не нужна ограда и в алтарях толпа из полупьяных я вас учил в домах и всенародно не упустил полезного ничуть я чист от крови всех учить теперь вас поздно меня вы не увидите иду на крестный путь 16 января 2008 год игнатий лапкин вопрос 3782 книга открытым оком том 26 вам никогда не выиграть эту битву за чистоту в православии чтобы вернуть все к апостольскому времени путь есть даже очень простой уйти к сектантам там все так выверено и ничего лишнего а так вас все равно попы задолбят да и многие другие вами недовольны разве вы этого не видите отвечает игнатий тихонович лапкин давно вижу и не хуже вас и вы совершенно правы были если бы не было бога и библии меня долбят церковники уже 45 лет пока и пока пока рожение секты это не церковь а вне церкви нет и спасения это я уже не раз пояснял по писанию там нет священства без которого христос не дал указания спасаться знаю ненависть врагов божьих но открывая библию я нахожу что так и должно быть евангелие от ана 15 глава 20 стих помните слово которое я сказал вам раб не больше господина своего если меня гнали будут гнать и вас если мое слово соблюдали будут соблюдать и ваше попам не стыдно нападать на меня их сколько а я один работая локтями мы бежали кого-то люди били на базаре как можно было это просмотреть спеша на гвалт мы прибавляли ходу зачерпывая валенками воду и сопли забывали утереть и и замерли в сердишках что-то сжалось когда мы увидали как сужалось кольцо тулупа вдох и капелюх как он стоял у овощного ряда вобравший в плечи голову от града тычков пинков плевков и оплеуха вдруг справа кто-то сам кидался тяжкой вдруг слева залепили в лоб ледяшкой кровь появилась и пошло всерьез все вздыбилось все скопом завержали обрушившись дрикольям и воржами железными штырями от колес зря он хрипел им братцы что вы братцы толпа сполна хотела рассчитаться толпа глухой устала разъярясь толпа на тех кто плохо била роптала и нечто с телом схожее топтала в снегу весенним превращенным в грязь со вкусом били с выдумкою сочно я видел как сноровисто и точно лежачему под самый-самый дых из воржены в грязи в навозной жижи все добавляли чьи-то сопоежищи засаленными ушками на них их обладатель парень с честной мордой и честностью своею страшно гордый все бил да приговаривал шалишь бил с правотой уверенной весомой и взмокший раскрасневшийся веселый он крикнул мне добавь и ты малыш не помню сколько их галдевших било быть может сто быть может больше было но я мальчишка плакал от стыда и если сотня воя оголтела кого-то бьет пусть даже из-за дела сто первым я не буду никогда 1963 год евгений евтушенко вопрос 3889 книга открытым оком том двадцать седьмой какие православные юрисдикции на территории россии считаете незаконными отвечает игнатий тихонович лапкин всех не знаю но недавно приезжал барнаул и далее покатился архиепископ сергей журавлев его называют клоуном и прочими подобными наименованиями и далее покатился в кавычках архиепископ сергей журавлев его называют клоуном и прочими подобными наименованиями говорю только о рукоположении незаконно моего поведения за кафедрой то что видел в записи конечно и у него есть хорошее что можно взять многим батюшкам открытость широкое общение с народом пишут что он иконы и крест считает за идолов когда он был барнауле то из нашей общины три человека ходили на встречу с ним сектанты харизматы так плотно его окружили что и записать ничего из беседы не смогли пригласили его дали наши данные телефоны вроде бы обещал позвонить но уехал не встретились 27 августа 1996 года архиепископ брянский мелхиседек указом своим лишил священного сана сергея журавлева патриарх алексии 30 сентября 1996 года это решение утвердил позже несчастный сережа был отлучен церковным судом указ подписан архиепископом сергием солнечногорским пишут что у журавлева употребляют музыкальные инструменты при богослужении есть свои неконисы и пресвятериды и что епископа могут быть только женаты этого ряженого под архиепископа многие принимают за православного и лезут к нему опять же виноваты в этом бедламе сами же попы что не учили народ который всякого шарлатана принимает за благословенного я получаю письма из разных епархий как почитаешь их епархиальные газеты то на этом фоне журавлев вполне сойдет за сведут за звезду первой величины он близко связан с сектой новое поколение а в их адрес постоянно идут обвинения в наживе они умеют выжать из своих овец и шерсть и семь шкур как пишет честное слово название честное слово 26 марта 2008 год страница 24 25 кавычки закрываются псалом 9 30 стих подстерегает в потаенном месте как лев в лаговище подстерегает в засаде чтобы схватить бедного хватает бедного увлекая все не свои послание к колосянам 2 глава 8 стих смотрите братья чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира они по христу пророк и языки 33 глава 31 стих сердца их увлекается за корыстью их свод безоблачно синий иудейских небес беспредельность пустыни одиноких древес пальмы маслины скудная бесприютная тень по золотою чудной ярко блещущий день по степи речки ясной не бежит полоса по дороге безгласной не слыхать колеса только с ношей своею что ему зной и труд длинно вытянув шею выступает верблюд помянув Магомеда 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 всадник встретясь с тобой к сердцу знаком привета прикоснется рукой полдень жаркий пылает воздух словно огонь путник жаждой сгорает и тома и томящийся конь у гробницы с челмою кто-то вырыл родник путник жадной душою к хладной влаге приник благодетель смиренный он тебя от души помянул освеженный в опаленной глуши вот под сенью палаток быт пустынных племен женский склад отпечаток первобытных времен вот библейского века верный склок точь-в-точь молодая Ревекка Вафуилова дочь голубой пеленою стан красивый сокрыт взор восточной звездою под ресницей блестит величаво спокойно дева сходит к ключу водонос держит стройно прижимая к плечу эпопеи священной древний мир здесь разверст свиток сей неизменный начертал божий перст на Израиль с заветом здесь сошла божья сень воссиял здесь рассветом человечество день край святой палестины край чудес искони горы дебри и равнины дни и ночи твои внешний мир мир подспудный все что было что есть все поэзии чудной благодатная весть и в ответ на призвание жизнь горе возлетев жизнь одно созерцание и молитвы напев отблеск светлых видений на душе не угас дни святых впечатлений позабуду ли вас вяземский 1850 год ты чтобы перейти прочитал склок склока это спор а там написано сколок одну букву пропустил сколок это осколок осколок вот понятно чтобы люди знали тогда сколок библейского века верный сколок то есть осколок того что там было это маленький фрагмент благодарю одну букву пропустил сколок с 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 книга открытым оком Тема церковь Что теперь будет с чукотским епископом Диамидом? Не сошлют ли его в монастырь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Тут мирская власть помешает, но если бы Диамид призвал к благовестию, все было бы по-иному Его бы никто и не поддержал, а так зашумели, да и поутихли Кавычки открываются Бывший епископ Чукотский Диамид, которого недавний архиерейский собор постановил извергнуть из сана Выступил с заявлением, в котором предал анафеме Патриарско-Московского и всей Руси Алексея II и ряд епископов В распространенном вчера заявлении, кроме святейшего патриарха, он анафемаствовал также главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Смоленского и калининградского Кирилла, его предшественника На посту председателя отдела, ныне митрополита Минского и слудского филарета и всех их предшественников Участвовавших в антимонархическом фавральном бунте 1917 года и всех вместе с ними помышляющих Кавычки закрываются Дальше Игнать Тихонович Лапкин пишет, я так понимаю Он высказал намерение перевести на самоуправление Чукотскую епархию Дальше цитата На время разрешения догматических и канонических вопросов Наряду с этим он постановил считать В кавычках слово вдовствующими Московскую, Смоленскую, Минскую и ряд других церковных кафедр Глав которых предал анафеме в своем заявлении Право Дальше кавычки открываются Осуществлять полномочное архиерейское окорбление православной паства На вдовствующих кафедрах Кавычки закрываются Бывший чукотский епископ оставил за собой То есть фактически объявил себя главой Московского патриаршего престола В русской православной церкви это заявление назвали нонсенсом И призвали молиться о его вразумлении Кавычки открываются Когда Господь оставляет и наказывает человека Он лишает его разума Именно это и происходит в данном случае Прокомментировал заявление епископа Диамида Замглавы ОВЦС Протеерей Всеволод Чаплин Отдел Как Игнать Тихонич Внешних церковных сношений Да, правильно Он выразил сожаление Что епископ Диамид Начинавший свой путь в церкви Как человек искренний и верующий Променял церковное единство Радость жизни в церкви Христианского свидетельства Открытость к людям разных вероубеждений На общение с узким кругом своих последователей Которые внушают ему Что он истинный духовный лидер России Кавычки закрываются То есть это цитата Чаплина Далее Чьи слова Непонятно кто говорит Тут кавычка открывается Да, Игнать Тихонич Владыка Это неправда Вы пошли на поводу у людей Которые вас обманывают И эксплуатируют мрачные стороны Вашей души Опять же повторяет протарей Всеволод Чаплин Обращаясь к бывшему епископу По его мнению Кавычка открывается Все можно было бы изменить Если бы Диамид вступил в открытый разговор Со своими собратьями-архиереями Двоеточие кавычка открыто Открыто была бы И до сих пор открыта Дверь к покаянию Кавычки закрываются Кавычки открываются Но к сожалению Владыка все дальше Уходит в какие-то отдаленные места Сегодня это мыс Шмидта Завтра не дай бог будет какая-то пещера Посетовал отец Всеволод Он призвал не злорадствовать И надеяться Что Господь сотворит чудо И даст епископу Диамиду Еще время для того Чтобы покаяться Одуматься и измениться Если до этого ситуация была трагичной То с сегодняшнего дня Она стала фарсовой Сказал корреспонденту РГ Что это Российской газеты Известный богослов Диакон Андрей Кураев Он ведь объявил в своем заявлении О лишении Сама всех участников Архиерейского собора В том числе и тех Двух-трех епископов Которые голосовали Против его отлучения Если учитывать Что церковь Это лечебница И в ней немало больных людей То как раз Их заявление Диамида Обязательно привлечет Ну что ж Этот гной Должен будет Вытечь из церкви Диамид и люди Которым он симпатичен По мнению отца Андрея Похожи на людей Киборгов У которых в голове компьютер Довольно тупая машина Находит программу И начинает ее исполнять Они слишком буквально Относятся ко всем Церковно-авторитетным текстам Канонам правил На самом деле В церкви все сложно Над правилом Или традицией Надо задуматься И понять Ради чего Оно установлено Опасения Которые Архиерейский собор Увидел В посланиях Диамида По мнению отца Андрея Подтвердилось А решение собора Оказалось Своевременно Кавычки закрываются Раньше апостолы Сходились Чтобы свериться Ладно ли у них С благовестием А ныне они Массу самых разных Вопросов Решают И не затронут Наиглавнейшие Это мои слова Да Галатам Вторая глава Второй стих Ходил же по откровению И предложил там И особо знаменитейшим Благовествование Проповедуемое Мною язычником Не напрасно ли я подвязаюсь Или подвязался 1 Коринфянам 1.23 А мы проповедуем Христа Распятого Для иудеев Соблазн А для еленов Безумие 1 Коринфянам 2 глава Второй стих Ибо я рассудил Быть у вас Не знающим Ничего Кроме Иисуса Христа И притом Распятого 2.23 Не терпи О Боже Власти Беззаконных Ты людей Кои делают Напасти Только Силою Своей Сколько Злоба Возвышенно Столько Правда Устрашенно Не на то Поданы Дни века Чтоб Друг друга Нам губить Человеку Человека Творче Ты Велел Любить Кто Как Титлами Не славен Пред Тобой С последним Равен Титла Громкого Содетель Часто Развращенный Свет Лишь Едино Добродетель Преимущества Доет 1759 А И она Всего Дороже Защищай Ее Ты Боже Простите Это Сумароков 1759 Год Книга Открытым оком Том Том Вопрос 3919 Как Вы Считаете Не могут Ли чего Худого Сделать Противники Епископу Диамиду Отвечает Игнать 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 Тихонович Лапкин Они Все Могут Но Прийти К власти Троицкий Или Аввакум Чтобы Они Сделали Не Пере Чтобы Они Сделали Но Приди К власти Троицкий Или Аввакум Чтобы Они Сделали Не Перепластали Бы Еще И Побольше И По Боле Уже Совершенного Их Супротивниками За Диамида За Патриархи И За Папу Я Молюсь Каждый День Чтобы Они Родились Выше И И И И И Не Своего Но Что Угодно Богу Кавычки Открываются Сегодня Когда Все Православные Христиане Вспоминая Первые В Харестию Плачут О Своих Грехах Каются И Приобщаются Святых Христовых Тайн Газета Русь Православная Распространила Своего Рода Православный Революционный Манифест Открытое Письмо Епископу Чукотскому И Анадырскому Диамиду Дзюбану В котором Группа Православных Радикалов Призывает Владыку Возглавить Кавычки Открываются Народную Борьбу Кавычки Закрываются Против Еще Цитата Богомерзкой Демократической Власти Как они пишут И ее Приспешников Священно Начали Русской Православной Церкви То есть Фактически Уйти В Раскол Авторы Открытого Письма Главный Редактор Газеты Русь Православная Константин Душенов Редактор Осужденной На последнем Заседании Священного Синода Русской Православной Церкви За Антицерковную Деятельность Газеты Дух Христианина Дмитрий Морозов Автор Проекта Расчленения Русской Православной Церкви И создания На ее Осколках Альтернативной Раскольничьей Группировки Не принадлежащей Ни к одной Из церковных Юрисдикций Публицист Михаил Назаров Руководитель Петербургского Клуба Русская Мысль Имеющего Устойчивую Репутацию Нового Штаба Революции Профессор Олег Каратаев Председатель Союза Русского Народа Святая Русь Алексей Добычин И другие Всего 48 человек В традициях Плохого Боевика Предупреждают Владыку Диамида Что Обратного Пути У него Уже Нет Только С ними Только Борьба Против Власти Светской И Церковной Кавычки Открываются В одно Мгновение Вы Стали Для Власти Врагом Номер Один Богомерзкая Власть Это Уже Поняла Надеюсь Так От первого Лица В оригинале Р. Л И Вы Это Уже Поняли И Все Равно Не Отступите Не Устрашитесь Говорится В письме Авторы Письма Формулируют Новые Старые Революционные Мифологемы Разумеется Богомерзкая Демократическая Власть И Ее Духовные Пастыри Более Всего Боятся Пробуждения Русского Народа Непокорность Его И восстания Против Страшной Судьбы Уготованной Ему Демократическим Сатанизмом Кавычки Закрываются Вот Как Откровенно По Большевистски Оказывается Народ Наш Спасет Только Восстание Новой Революции Еще Одна Мифологема Кавычки Открываются Богомерзкая Власть И церковные Иерархи Вступившие Снею Взговор Против Русского Народа Сейчас Напуганы Как Никогда Чем Напуганы Кем Напуганы Кучкой Православных Радикалов Нет Конечно Народным Протестом Который Грезится Радикалам В их Мечтах И который Сметет Эту Власть А их Вознесет На Властные Высоты И В высокие Кабинеты В Кремле Подписанты Письма Призывают Владыку Продолжить Борьбу С Богомерзкой Властью И Предателями Архиеремия Двоеточие Кавычки Открываются Мы Уверены Что Вы Отчетливо Понимаете Против Какой Нечестивой Силы Высоко Организованной И Мощной Вы Посмели Сказать Слово Правды Вы Епископ Встали За веру За церковь За Русский Народ И Потому Против Вас Ополчаются С Неистовой Силой Все Предатели Отступники Все Те Кто Убивает Русский Народ И Россию Кавычки Закрываются При Этом Они Просят Епископа Диамида Не Забывать Что Еще Недавно И Он Был Среди Этих Изменников А Теперь Вот Прозрел Надо Понимать Что Изменниками Авторы Письма Считают Всех Архиереев Русской Православной Церкви Ибо Ни Один Из них Не Поддержал Знаменитые Письма Чукотского Епископа Признание Признание Дорогого Стоит Фактически Подписаны Письма Признают Единственным Настоящим Архиереем Владыку Диамида То есть Прямо Толкают Его В Раскол Ничтоже Сумняшеся Называя Всех Остальных Епископов Русской Православной Церкви Христопродавцами И Изменниками Вступившими В Зговор С Богомерзкой Властью Далее Подписанты Бесцеремонно Получают Епископа Диамида Что И как Ему Следует Делать Идите Прямо Не обращая Внимания Ни на Довольные Вопли Либералов Ни на Возмущенный Гомон Лагералов Родители Веры Разумеется Истинными Родителями Являются Авторы Письма А как Иначе И быть Не может Такова Логика Революционного Сознания Лукаво Интерпретируя Известные Пророчества Авторы Письма Заявляют Двоеточие Кавычки Открываются Давно Предсказано Что В Церкви Возобладает Измена Которую Искоренит С большой Буквы Царь Обещанный Богом России После Страшных Испытаний Которые Россия Должна Пройти Кавычки Закрываются Видимо Радикалы Уверены Что Эти Времена Наступ Откуда Такая Уверенность Разумеется Оттого Что Именно В эти Времена Живут На Свете Господа Душенов Назаров Каратаев Добычин И Ижи С ними Которые И являются Носителями Истины Поэтому Они Смело Призывают Епископа Диамида Воинствовать За Правду При этом Авторы Письма Нагнетая Истерию Предупреждают Владыку Что Если Он Не Отступит То Вполне Может Быть Убит Вы Очень Опасны Для Богомерзкой Власти И для Ее Приспешников Из Церковной Иерархии Могут И Убить Как Всегда Революционерам Нужна Жертва Именно Поэтому Их Идейные Предтечи Сто Лет Назад Все Сделали Для Того Чтобы Убийца Великого Князя Сергея Александровича Каляев Или Каляева Не Покорялся И Не Попросил О Прощении О Чем Его Умоляла Преподобная Мученица Елизавета Федоровна А Пошел На Эшафот Нужны Были Жертвы На Алтар Революции Нужны Жертвы И Нынешним Революционерам Появление Письма Призывающего Епископа Диамида Воинствовать Против Власти Видимо Связано С тем Что Появились Слухи Что На Июньском Архиерейском Соборе Будет Рассмотрен Вопрос О Его Обращения Если Вдруг Владыка Диамид Откажется От своих Обращений Примириться Со Своими Собратьями Архиерей Это Будет Страшным Ударом Для Православных Радикалов Поэтому Они Стремясь Упредить События Выступили С заявлением В котором В котором Зовут Епископа И дальше Воинствовать А дальше Это Раскол Но Видимо Именно Он Нужен Радикалам Примечательно Что Революционное Обращение Опубликовано В дни Самого Строгого Поста Впрочем Это Неудивительно Демоны Революции В такие Дни Всегда Активны Напомним Что Февральская Революция 1917 Года Началась На кресто Поклонной Седмице Великого Поста Кавычки Закрываются Далее Игнать Тихонич Приводит Места Священного Писания На эту Тему Третья Книга Царств 22 Глава 23 Стих И Вот Теперь Попустил Господь Духа Лживого В устах Всех Сих Пророков Твоих Но Господь Изрек О Тебе Недоброе Книга Исход 63 Глава 17 Исход 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 Без Не С 스타 Всех Исход Един Исход Недога Исход Исход Тебя Исход Исход 1841 Исход Фёдор Глинка Так. Я немножко предлагаю, слышно меня, прерваться и разобрать вопрос Игнать Тихоничем. Так. Вы что завтракать собираетесь, да? Ну говори, какой вопрос? Вопрос, вчера у вас на занятиях не было, у вас неполадки с интернетом были, и у сестры Елены Гладыщук был вопрос на этом занятии, и брат Игорь Дыбунов как мог объяснял, но Елена хотела бы, чтобы этот вопрос разобрали вы лично, вот, и просила меня об этом. Она сейчас с нами, и давайте… я готов. Лена, какой вопрос спрашиваю? У меня все вопросы решены. Ты вчера меня писала и просила, чтобы мы поговорили с Игнатием Тихоновичем. спор у нас с тобой возник, и чтобы Игнать Тихонович разрешил нас спор. Я тебе написал… Я согласен. Спор у нас другой возник… Сейчас я не готова решать… Не готова… Ну, как готова будет, будешь… Мы готовы с тобой это обсудить… Идем дальше… Все как просто разрешил… Я только зашла в комнату, у меня все вопросы решили… Вопрос 3923, том 27, книга «Открытым оком» И неужели патриархийные ничего полезного из выступления Диамида для себя так и не взяли? В чем же причина их упорства? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С этими людьми нужно поодиночке беседовать и не в городе, а в степи или в лесу. Они много полезного сказали Диамиду, который не менее их уперт. С такими мелочами вылез, что только и сплеснешь руками. Да будет ли когда евангелизирована эта шестая часть суши? Противники Диамида ловко засоряют зрителям глаза и потом, видимо, сами удивляются, как сумели всех провести. Основанная на лжи московская патриархия не раскаивается во лжи. Кавычки открываются. Как только на православном мире начался Великий пост, в интернете вдруг начал распространяться страшный документ. Неожиданное обращение малоизвестного епископа чукотского и анадырского Диамида Дзюбан, где владыка выдвигает целых девять пунктов обвинения, якобы свидетельствующих о том, что в нашей церкви существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. Обсуждение этой чукотской энциклики так бы и осталось сугубо внутрицерковным делом, если бы оно не влекло за собой общеполитические проблемы для российской государственности. Вся странность этого обращения заключается прежде всего в том, что до сих пор Русская Православная Церковь Московского Патриархата испытывала весьма привычные нападки. Слева. За желание ввести курсы теологии в вузах и основ православной культуры ОПК в школах, за законные осуждения абортов и гей-парадов, за декларированное отстаивание неполиткорректной традиционной морали. Во всем христианском мире Русская Православная Церковь Московской Патриархии воспринимается как оплот последовательного церковного традиционализма, с чем связаны растущие симпатии к Русскому Православию со стороны консервативной части католиков и протестантов. Хотя, конечно, в современной России можно найти и другие группы, для которых и Русская Православная Церковь Московской Патриархии покажется слишком либеральной. Например, для каких-нибудь староверов, запрещающих пить чай и кофе, ибо это наркотик, и смотреть телевизор, ибо в нем сидит лукавый. И вот с обращением чукотского епископа Диамида в полку таких маргинальных ревнителей не по разному прибыло. Немногочисленные, но весьма ретивые сторонники этого обращения обычно упрекают своих критиков в замалчивании содержательной сути всех девяти пунктов его обвинения. Так что, предвидя эти упреки, оговорим каждый из них. Первое обвинение в том, что, якобы, набирают силу юридическое учение экуминизма, ставшее фактически главной претензией диамидовцев. То ли по иронии судьбы, то ли по простоте душевной является главной же неправдой этого обращения. Любой минимально разбирающийся в истории русской православной церкви последнего времени человек прекрасно знает, что что-то типа экуминических тенденций могло бы стать реальностью в России где-то в начале девяностых годов, когда сторонники экуминизма имели какое-какое влияние на волне общего либерального распада. Но очень скоро от этих тенденций не осталось и следа, а сторонники экуминических сближений сегодня занимают в общем православном пространстве России не менее маргинальное положение, чем диамидовцы. Остаточно напомнить, что главный идеолог экуминизма, бывший отец Глеб Якунин, вообще лишен сана и преданан афеме. И вот уже 10 лет все официальные издания Московского Патриархата проводят последовательную антиэкуминическую линию и даже в самом православном мире Русская Церковь представляется цитаделью ортодоксии в противовес действительно экуминической политике Константинопольского Патриархата. Можно без преувеличения константировать, что сегодня все церковные интеллектуальные центры и издания только соревнуются в большом антиэкуминизме и радикальном разведении православного учения и любого возможного инославия. Более того, можно даже предположить, что количество антиэкуминических статей и выступлений экс-кафедра сегодняшняя церковь перейдет в качество настоящей православной контрреформации. Говорить на этом фоне о том, что в нашей Церкви набирает силу еретическое учение экуминизма, значит демонстрировать полную неадекватность и полное неучастие в реальной церковной жизни. И какие конкретно факты приводятся диамидовцами в качестве свидетельства мифического экуминизма? Совместные встречи и заседания? Но при чем здесь, простите, экуминизм? А общаться на любые мировоззренческие темы с кем бы то ни было может кто угодно, с кем угодно, в противном случае как же тогда возможно православная миссия, как не через прямое общение с неправославными? К тому же диамидовцы как будто бы забывают, что Московский Патриархат – это мировая религиозная организация, представленная на всех континентах и стремящаяся к постоянному расширению своего миссионерского влияния. Ведь авторы чукотской энциклики при всем своем изоляционизме наверняка согласны с постулатом «Москва – Третий Рим» и были бы не против утверждения вселенского статуса московского Патриархата в противовес подрывной деятельности фонара. Но как же возможны такие претензии без четкого понимания всей необходимости активного и регулярного диалога с другими конфессиями? Однако, возможно, мы забыли базовую установку многих наших ревнителей не по разуму. Полное забвение вселенского масштаба самого православия – тот уходящий в двоемерную мифологию русского раскола пещерный эскапизм, не желающий даже слышать о всемирной миссии церкви. Саму идею миссионерства подобные ревнители считают чем-то нерусским и неправославным, обвиняя даже сегодняшнюю ортотоксальную церковь в экуменизме. И хотя одного этого первого пункта диамидовского обращения вполне достаточно для того, чтобы закрыть тему. И как совершенно правильно напоминает дьякон Андрей Кураев 15 правило Карфагенского собора, когда на состоящих в клирии доносителей представляют многие обвинения, и одно из них, о которых, во-первых, происходило исследование, не могло быть доказано, после всего прочие обвинения, да, не приемлются. Мы все-таки обратимся к другим обвинениям, дабы не получить упрек в умолчании. Второе обвинение открывает нам, собственно, политический аспект этого обращения. Обвинение в духовном соглашательстве с мирской властью, иначе называемого неосергианством. Можно сразу разочаровать стороннего интересанта. Никакого героического бунтарства в этом обвинении нет. И нет его именно потому, что наша церковь уже очень давно, как минимум с падением советского режима, совершенно свободна от светской власти, как никогда в истории России. Вот обвинение самой нашей власти со стороны либералов в определенной зависимости от церкви еще имеет какие-то основания. Но церковь абсолютно свободна. Новое поколение священнослужителей вообще привыкло работать без всякой оглядки на государство, потому что с 1991 года наше государство просто исчезло из церковной жизни, и даже пожелания православной симфонии церкви и государства часто вызывают у многих наших клириков ответ на обвинения в цезаризме. Так что сегодня и уже очень давно Московская патриархия решает все свои вопросы совершенно самостоятельно, в отличие, скажем, от синодальной эпохи, когда даже самой патриархии не было. Сегодня же церковь фактически выступает на равное с государством, и не священники обращаются сегодня за консультациями к политикам, а политики к священникам. Третье обвинение как бы усиливает политический градус этого обращения. И мы как будто уже забываем о чем идет речь. Это обвинение в отсутствии якобы необходимого обличения антинародной политики в существующей власти, приводящая к распаду государства и демографическому кризису. Во-первых, антинародная политика, без кавычек уже приведшая к деградации государства и падению рождаемости, была очевидна все 90-е годы, когда о сердобольных протестах отца Диамида никто особо не слышал. Реальное восстановление российской государственности и борьба с демографическим кризисом в 2000-е годы, видимо, прошла мимо чукотского епископа. Во-вторых, все возможные церковные собрания последних лет, включая ежегодные Всемирный Русский Народный Сбор и Международные Рождественские Чтения в Кремле, начинаются и заканчиваются обсуждением всех возможных кризисов нашего общества и, прежде всего, демографического. Хотя, позволим себе это замечание, вопрос повышения рождаемости совсем не входит в сферу церковной проблематики. Именно из обостренного общественно-патриотического чувства наши иерархи об этом сегодня говорят. Поэтому обличений и разговоров о демографии сегодня в церкви весьма много. Чего же тогда не хватает диамидовцам? Наверное, им надо, чтобы патриарх отлучил от церкви президента? Не менее. Или после этого демарша? И после этого демарша подобные православные ревнители часто называют себя державниками и монархистами. Да, восстановив у нас монархию, они первые выступят народными обвинителями. Именно такие, в кавычках, церковники, обеспечили псевдо-православную поддержку февральской революции 1917 года и уже придали необходимую религиозную легитимность любым революционным настроениям. Четвертое обвинение вообще закрывает серьезность этого обращения. Но мы продолжим. Якобы в нашей церкви происходит «оправдание и благословение персональной идентификации граждан». И более того, наблюдается еще цитата «четкая тенденция дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами глобализации» за наличие старого паспорта и отказ от ИНН. Если вам еще интересна эта тема, то можно напомнить, что православная церковь в принципе не может ни благословлять ИНН, ни осуждать его, просто потому, что введение идентификационного кода на каких-либо носителях, кроме человеческого тела, не имеет никакого отношения к апокалипоэллипстическим трем шестеркам. В противном случае каждому христианину нужно отказаться сегодня не только от ИНН, но и от любого номера в свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, школьном аттестате, вузовском дипломе, проездном билете в метро или на самолет. Наверное, авторы этого обращения очень бы хотели, чтобы каждый русский человек именно так повернул свою судьбу, но зачем же тогда говорить о таких социальных темах, как государство и демография? Вслед за отказом от минисионерства, если следовать этому обращению, должен последовать отказ от социальности. И это как раз тот самый главный акт суицида, которого хотели бы от всех православных русских людей и подлинные враги. И какие примеры приводят диамидовцы в подтверждение своего странного обвинения? Дискриминация за наличие старого паспорта? Вот государство наше может законно требовать от своих граждан наличие нового паспорта. Если эти граждане хотят быть гражданами, то есть в свою очередь иметь возможность хоть что-то требовать от самого государства. Но какое дело настоятелям церкви до старых или новых паспортов? И более того, чем старые советские паспорта лучше новых? Советские паспорта были документом декларативного атеистического государства. Получается, что диамидовцам гораздо понятнее паспорт богоборческого государства с масонской символикой, чем паспорт новой России, православно-имперская символика которого столь однозначно, что некоторые мусульмане на фигула Аширов даже выражали по этому поводу определенные протесты. Что-то не связывается в обращении епископа Диамида, что-то там изначально не продумано. Пятое обвинение заставляет задуматься о степени серьезности обращения в целом, одобрения, демократии, призыв к голосованию за определенных политических лидеров вопреки церковным канонам и в нарушении соборной клятвы 1613 года. Кавычки закрыты. Пояснение. Здесь, конечно, нужно сразу уяснить, с кем мы имеем дело, то ли с народными родителями, всегда имеющими в запасе подробный комментарий на известный тезис апостола Павла «нет власти ни от Бога», или с жесткими монархистами, противниками любого народовластия. Видимо, обращение писалось двумя разными группами, а потом решили совместить. Или писал один, а подписывал другой. В общем, здесь надо определиться, в какой форме РПЦЗМП должно осудить демократию, предоставившую ей куда больше возможностей, чем синодальная монархия. Ибо когда в истории России русский патриарх и митрополиты были более свободны в своей деятельности, чем в наше время? Мы в данном случае совсем не хотим сказать, что нынешняя либеральная демократия хоть чем-то лучше православной монархии вовсе нет. Но мы просто хотим с нуля объяснить стороннему читателю, почему нынешняя церковь не столь поспешна в критике нынешней политической системы, как того бы не хотели некоторые монархисты. И откуда эти люди взяли, что в церкви присутствует призыв к голосованию за определенных политических лидеров? Вообще-то, даже если бы подобные факты наблюдались, ничего удивительного в них не было бы. Среди наших политиков и партий всегда есть те, кого можно было бы прямо назвать врагами церкви и тех, кто служит ей на своем важном поприще. Например, совершенно очевидно, что для православных граждан разумнее голосовать за тех кандидатов, которые отстаивают введение ОПК в школе и прямо осуждать тех, кто против. И совершенно не исключена ситуация, что однажды политические партии и кандидаты будут четко делиться по принципу своего отношения к православию. Как же тогда церкви не бороться за права своей пастой? Но ничего похожего на призывы к голосованию сегодня нет и не предвидится. Церковь сознательно себя ставит над всеми партиями и пытается проводить свои интересы в каждой партии отдельно, чем создавать специальную партию православную. Так что это обвинение окончательно дискредитирует все содержание обращения. И уж о какой соборной клятве 1613 года идет речь, когда все, что можно было сегодня для окончательной дискредитации монархической идеи сказано? Кто кому и когда давал клятву и кто и где сегодня имеет к ней отношение? Спросит любой стихийный сторонник демократии после прочтения такого обращения и будет абсолютно прав. При этом совершенно очевидно, что если бы столь аполитичная партия диамидовцев стала рулить нашей церковью и получила бы власть в государстве, то тогда уже призывы голосовать за одну единственную партию и неизбежные репрессии за ослушание были бы просто неизбежны. Обвинения номер 6, 7 и 8 развивают изначальный тезис о набирающем силу экуменизме, но мы все же обратим на них внимание. Самым показательным событием экуменического характера диамидовцы считают проведение межрелигиозного саммита с обращением к лидерам большой восьмерки, что является признанием их власти. Для большей находчивости авторы поясняют, что большая восьмерка является органом мирового масонского правительства, подготавливает приход единого мирового лидера, то есть антихриста. Как говорят в таких случаях, все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Про необходимость и неизбежность такого рода собраний мы уже сказали, но добавим, что требовать от Московского Патриархата прекратить всяческий диалог с инославными и иноверными религиозными организациями, это то же самое, что требовать от российской власти закрыть в министерство иностранных дел и все возможные посольства. Можно понять претензии такого рода со стороны различных сект, кому они нужны, чтобы с ними контактировать. Два прихода на три квартиры. Или диамидовцы тоже готовы стать такой сектой. Межрелигиозный саммит был специально проведен главой ОВЦС митрополитом Кириллом в Москве, в Третьем Риме накануне саммита Большой Восьмерки, чтобы обозначить вселенское значение Московского Патриархата и геополитическое влияние Москвы. Надо признаться, что это была большая удача нашей церкви, привлекшая к ней внимание со всего мира. Однако авторы обращения продолжают. На прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе, подписанном всеми собравшимися представителями религиозной конфессии, была засвидетельствована вера в одного Всевышнего. Дальше приводится цитата. Будем хранить мир, заповеданный Всевышним. Мы не считаем, что у нас один Всевышний с иудеями, мусульманами и прочими религиями и учениями. Эх, ревнители не по разуму! Как будто не понимают, что ежели каждая из религиозных организаций, в частности Русская Православная Церковь, Московского Патриархата, не признают единого между ними Бога, то и слова эти лишены всякого смысла, кроме формальной дипломатии. И сам факт этого странного цитирования говорит только о том, что диамидовцы ни к чему другому придраться не могут, а уж ради одной этой цитаты вызвать со всей серьёзностью Ирби Эд Орби Не знаю, перевод, что думаю, ну просто бессмысленно. Кто-нибудь знает, что это? Игнатий Тихонович, Ирби Эд Орби, как переводится? Чтоб читателям понятно было. Так, повтори. И сам факт такого странного цитирования говорит только о том, что диамидовцы ни к чему другому придраться не могут, а уж ради одной этой цитаты вызвать со всей серьёзностью На Урби Эд Орби Это по латыни означает там что-то Деревни и города всё захватывает. Это общее. Для всех говорит, на все деревни и города это просто бессмысленно. Люди-то ничего не понимают. Ну, по-русски как это вот предложение? А уж ради одной этой цитаты вызвать со всей серьёзностью Ну, бессмысленно, люди-то не понимают, зачем говорят это и бессмысленно. Если я знаю, что они японский язык не знают, я с ними буду говорить, это бессмысленно. А это читалось повсеместно у Урби Эд Орби Ты можешь даже зарядить это дело в интернете, посмотри. Я давно не смотрел. Заряди вот так. И сейчас увидишь, что там. Википедия обязательно ответит. Это поговорка. Поэтому её вспоминают люди, даже не понимая, о чём речь идёт. А к городу и к миру приводится. Ну, то есть повсеместно. Ни к селу, ни к городу. Всё. Ой. так слетела у меня эта страничка прошу прощения нечаянно закрыл сейчас придется искать и 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 Как же теперь найти-то, где я остановился, Господи, помилуй. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Книга «Открытым оком». Вопрос 3923, том 27, продолжение. Также и банальный призыв религиозных лидеров, в том числе и представителей РПЦМП, подписавших этот документ, гласит. Уважайте принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и другие различия. Вообще лишен какого-либо иного смысла, кроме как дипломатического. Интересно, а к чему же должны были призывать по заключению саммита ненавидеть и отвращать друг друга? Так надо понимать перспективы межрелигиозной политики. Окончательной логической катастрофой в этом ряду выглядит несогласие с официальным заявлением по центральному телевидению о единстве нравственных ценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма. В этом пункте самое интересное источник информации, кавычка открывается, по центральному телевидению. Кто это заявил, когда и где, почему не указан главный виновник? По центральному телевидению каждый день можно услышать все что угодно. Ведь у нас теперь свобода слова. Да и трудно себе представить, чтобы разглагольствования того же Познера на первом канале были восприняты как хоть чья-то точка зрения, кроме него самого. Хотя от этого, конечно, не легче. Если есть сторонники у этого обращения, осознающие всю его логическую несостоятельность, то они указывают на его последний, девятый пункт, как на остатки какого-то позитивного смысла. Мы озабочены и не согласны с попранием принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва поместного собора и передачей важнейших его функций собору архиерейскому. Кавычки закрываются. Чтобы объяснить весь пафос этой претензии, придется специально оговорить, что у многих активных мирян в нашей церкви тема поместного собора вызывает невероятные надежды, что само по себе понятно. Каждому хочется на нем отличиться, и что самое удивительное, каждый почему-то считает, что на этом соборе победит именно его позиция. Но с какой-то статей. Какие конкретно вопросы сегодня требуют созыва поместного собора? Для ответа на этот вопрос достаточно обратить внимание на тех особо активных ревнителей, кто больше всего нуждается в этом соборе. Как правило, это люди, мечтающие канонизировать старца Григория Распутина или осудить ересь миссионерства. Все это в кавычках цитируется. И что весьма примечательно, они почему-то уверены в своей победе. Но каким образом? Наверное, они мыслят себе поместный собор как уличный митинг, где масса орущих опричников пытается физически затоптать и освистать оппонента. Иначе как же? Что волнует этих опричников, кроме Распутина и ННН? Разве их волнует то, что своим видом и поведением они только отвращают ищущих людей от русского православия, внушают им извращенный образ нашей церкви? Но какое им дело до этого? Им же не нужна миссия, как говорится, и слово нерусское. Разве их волнуют реальные политические процессы в стране и за ее пределами? Распространение ОПК в школе, угроза антирусского раскола на Украине, воцерковление секулярного и иноверного населения России? Вовсе нет. Здесь же нужна реальная работа и прежде всего своей головой. А вот это в той среде не приветствуется. Тема поместного собора ну никак не требует столь одиозного обращения. Это только хорошо найденный соблазн для решения каких-то иных вопросов. Каких же? На сегодняшний день вокруг русской православной церкви, московского патриархата, во многом по тем же причинам, как и вокруг России, складывается очень напряженная ситуация. И не потому, что мы до сих пор отступаем, а именно потому, что мы наконец-то начали наступать. При этом территориальные возможности нашей церкви несравнимо серьезнее территориальных возможностей нашего государства. Потому что к существенному неудовлетворению любых возможных русофобов, каноническая территория московского патриархата куда больше территории Российской Федерации, а перспективы георелигиозной интеграции куда больше, чем геополитические. Наравне с очень важной ситуацией на Украине, где самозванный киевский патриархат фактически загнан в угол и разворачивает агрессивную атаку, возникла не менее важная ситуация в связи с главным событием, которое весь русский православный мир ожидает в мае 2007 года, воссоединение русской православной церкви московского патриархата и русской православной церкви за рубежом. Совершенно очевидно, как к этому событию относятся США, а также многие иные противники планетарного влияния московского патриархата. Совершенно очевидно, что и такие организации, как например ЦРУ, кое-что делают для того, чтобы остановить это неприятное для них воссоединение. Что же можно сделать для предотвращения этого события? Например, можно банально перекупить или запугать некоторых зарубежных иерархов. Кое-кто, конечно, поведется на это, но их не может быть достаточно много. Можно внушить кому-то из самого МП, что зарубежники это мракобесные фашисты, которые все отнимут, но этот номер уже не прошел. Можно спровоцировать МП на какие-то действия явно порочные с точки зрения РПЦЗ, но это невозможно. Остается последний вариант, не самый эффективный, но хоть как-то реализуемый. Спровоцировать среди прихожан МП какое-то подобие раскола справа. Не то, что раскол, а обычное волнение русских ревнителей благочестия гипотетически могло бы повлиять на настроение в самой РПЦЗ, известной своим крайним консерватизмом. Сегодня все противоречия между РПЦ, МП и РПЦЗ полностью сняты. Московский патриархат жестко осудил сергианство, канонизировал Николая II, уже давно занял последовательно антиэкуменическую позицию. У врагов русского единства, можно сказать, нет шансов, но последний шанс тоже шанс. Вот аккурат за три месяца до грядущего торжества выходит это самое обращение епископа Диамида. Ведь само собой разумеется, что никаких серьезных последствий оно не вызовет, разве что возможно осуждение самого Диамида. Но вот внести смуту среди зарубежников оно могло бы. Обратим внимание на то, что сам текст послания отмечен датой 19 января, праздник Богоявления. А появилось оно в интернете только 22 февраля. Причем, как заявил сам епископ Диамид в интервью радиостанции Радони, что он писал его для готовящегося к изданию в Рязани церковного сборника, а не для широкого распространения. Что же это за обращение ко всем чадам церкви, если оно не для широкого распространения? Какое-то вопиющее противоречие, впрочем, весьма характерно для всего документа. Можно подумать, что авторы обращения медлили с его распространением, но представим себе, какое оно бы имело эффект, если бы вышло в мае, прямо накануне воссоединения о русской церкви. Однако они поспешили и теперь, быть может, сами не рады. Обубликовано обращение на сайте петербургской газеты «Русь православная», которую издает известный борец с московским патриархатом, крайне опричный публицист Константин Душенов. Таким образом, контекст говорит сам за себя. В следующий раз такие откровения можно опубликовать сразу в какой-нибудь лимонке. Больше резонанса будет. Прекс-секретарь ОВЦС, протеареев Севолод Чаплин, сразу подметил, откуда ветер дует. Можно вспомнить активных противников воссоединения РПЦ-МП и РПЦЗ, и идеологических зарубежников Евгения Магировского, полковника американской разведки в отставке, и Михаила Назарова, автора антисемитского письма 500. Наконец, истинная политическая природа этого обращения окончательно проявила себя, когда ведущий антицерковный медиапортал Кредо.ру сформировал целое досье по поводу этого конфликта, где один за одним стали публиковаться интервью в поддержку этого обращения. Со своим веским словом тут же появляется тот самый Михаил Назаров и член РПАЦ, лжесвященник Михаил Ардов, и тот же тот самый Глеб Якунин. Можно сказать, что казус Диамид стал лакмусовой бумажкой, на которую слетелись все противники московского патриархата, и в этом плане он только выявил лишний раз, кто есть кто в православном мире. Для тех, кто не знает, Кредо.ру инициировал маргинальной сектой РПАЦ, иначе называемой Суздальским расколом, и фактически является ее официальным рупором. Основатель секты РПАЦ, бывший архимандрит Валентин Русанцев, был официально анафематствован церковью. Игнать Тихонич, РПАЦ это американская церковь, правильно я понимаю? А, Володь, скажи. Так, говори, что хотел сказать? РПАЦ. Новославная автономная церковь, там Валентин Русанцев. А, ну тут написано. Автономная, да? Автономная церковь. И когда нас тут не регистрировали, он первый заступился в будущее архимандритом. Его зарубежные отлучили совершенно неправильно. Обозвали его как, он говорит, как Гитлер. А у него ничего этого не было. Но он обыкновенный, патриарший. Интересно, он здоровый был такой, не то, что там это, ну неподвижный, а просто рост там огромный и так. И мы стоим как-то в аэропорту, а там иностранцев много. Он как куда-то ехал, а я улетал в Америку. И они сразу подходят ко мне и, можно вас сфотографировать, с вами сфотографировать? А я в сапогах, офицерская такая, рубашка на мне и котомка за плечами. А он стоит с жезлом такой, и к нему никто не подходит. Ясно дело, что ему неприятно как-то. Их-то, говорит, много. А один сказал, говорит, я сказал, говорит, ну вы же начальник. Он говорит, нас много, а вы один на всю Россию. Мои ответы-то никуда не годятся, как они говорят. Они-то говорят, чтобы не тронули, как Андрей говорит. А Игнатию-то все равно. Собор, не собор, там не Библия для всех одинаковая. Я потому и говорю, ответов таких нету. Если он Диамит что-то понял, теперь телефон, все по боку. А чтобы за Библию и чтобы устав соблюдать, как Андрей говорит, баптист-то какой-то у него-то смесь такая и старобряческая. Значит, я за службу, за канон, это старобряческая. А если Библию люблю, значит, это баптистская. Смешно даже. Я сказать, кто так понимает, как я, вы понимаете так, друзья мои, близкие мои. А чтобы где-то далеко там был какой-то там Назаров, он приезжал здесь, был, про него упоминает. Русанцев нет. Их сразу заносят. Они или в церкви, из церкви уходят. А у нас митрополит приезжает, даже Максим был до этого, и тот приезжал, потеряя вкус, служил. А был Антоний, первый епископ на Алтайе, первый он был. С этим мы вместе пили и ели. А они никак не понимают. И вы им не угождали. Нет, не угождал. Никогда и никому. Меня научили с первого дня смотреть по высшей голове, как один сказал. А это ни секта, ни какая ничего, настоящая церковь. Их у него больше 120 приходов только было. Все. Игнать Тихонович, благодарю. Давайте я дочитаю. Да. Немножко осталось. Да. Основатель секты Русской Православной Автономной Церкви, бывший архимандрит Валентин Русанцев, был официально анафематствован церковью. Какова бы ни была подлинная конспирология Диамидовского послания, в одном можно быть абсолютно уверенным. Оно уже использовано всеми противниками высадения Московского Патриархата и зарубежного крыла Русской Православной Церкви. Но фактически стало манифестом всех врагов усиления политического влияния РПЦ-МП, той глобальной контрреформаторской линии, которую проводят глава ОВЦС, митрополит Смоленский и калининградский Кирилл. Отношение к будущему Русской Церкви во многом продолжает отношение к будущему России в целом. По этому главному вопросу однозначно выявляются две крайние линии. Западническая и изоляционистская. Западники в церкви – это экуминисты, не видящие разницу между ортодоксией и ересью, готовые раствориться в интерконфессиональном болоте и видящие в любом усилении Русской Церкви не более чем русский фашизм. Это, в кавычках, партия, есть и, наверное, она будет проявляться всегда, хотя уже в абсолютно маргинальном виде, в какой она только и должна быть в России. Изоляционисты в церкви – это ревнители не по разуму, забывшие о вселенском значении православия и выдающие собственные двоеверные фантазии за несуществующие каноны. Обе партии ведут Россию и церковь в историческое небытие. И есть третья партия, партия Третьего Рима, твердо отстоявшая рубежи ортодоксии и готова идти с открытым лицом на встречу всему миру, как первые апостолы несли в свою светлую миссию в темный мир в варварство и ереси, куда кое-кто очень хочется вернуться, кавычки закрыты. Кто автор вот этого всего, Игнать Тихонович? Только впереди там должно быть написано, Назароп или кто? Мне казалось, что Чаплин, но там как бы кто-то другой это писал. Ну ты пропустил просто. Микрофон включите. Чтобы совсем не говорить, откуда, этого нету, ты просто пропустил. Или Назароп это говорит Виктор, или кто-то там из этих близких, может быть Душенов. Впереди у тебя было написано, где кавычки открыты. Ну да, я список прочитал, да. Нет, это говорит, что сейчас я читал, это от московской патриархии кто-то оправдывается перед Диавидовцем. Это не можно делать Душенов. Душенов как раз сторонник Диавидовцев был. Да. Как я понял. Главное, что Третий Рим это партия, которая сожжет Москву. Третий Рим. Может быть самая неразумная. Но оправдываются они перед Диавидовцем, конечно, искусно. Назаров тут был, у меня на занятия даже ходил в университете один раз. И пришел с женой. И она увидела, у нас надпись написана, делать все по Евангелию, не хочешь другим себе не делать. Как она поднялась на это? Хорошо, что жену взял. А по жене видно, кто он такой. Он был послан как переводчик, кажется, на французском языке на Асуанской платине. Там, в Египте-то. И оттуда бежал во Францию. И на месте, когда столкнулся с ними, которые там живут, он ужаснулся. Куда же я убежал-то? И с полнымяда, говорит, в пламя. Без огня. Вторая книга Парлипоминон. 25 глава, 16 стих. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Книга Деяний, 7 глава, 52 стих. Кого из пророков не гнали отцы ваши? И третья книга царства, 19 глава, 10 стих. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой и разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. О, о ты, незнающий преград, ты шлешь своих любезных чад в рай одного, а десять в ад. Вы столько душ, ты столько душ во тьме оставил, меня же грешного избавил, чтоб я твою премудрость славил и мощь твою. Ты маяком меня поставил в родном краю, щедрот подобных ожидать я не мог, как и мои собратья. Мы все отмечены печатью шесть тысяч лет, с тех пор, как заслужил проклятие наш грешный дед. Я твоего достоин гнева, со дня, когда покинул чрево, ты мог послать меня налево в кромешный ад, где нет из огненного зева пути назад, но милосердию нет меры. Я избежал огня и серы и стал столпом защитой веры, караю грех. Изобличаю я сурово ругателя и сквернослова, и потребителя хмельного, и молодежь, что в праздник в пляс пойти готова, подняв голдеж. Для нас же, чад твоих смиренных, ты не жалей своих бесценных даров и тленных и нетленных. Нас не покинь, а после смерти сон блаженных прими. Аминь. Самуил Маршак Так, играй тихо и чай-то. Мы с нами, да? Оля, ты слышишь нас? Все разбежались, никого нету. Оля, Симоненко. Она с нами. Никого нет, двое остались. Нет, Оля-то с нами, но просто она, видимо, отошла. Да я хотел здесь, да? Вот. И как бы я вчера как раз вам написал сообщение, чтобы вы молились о сестре нашей Елене. Вот. И она как раз вот сегодня-то, вчера на занятиях, вот это все вылезло в нее, наружу. Вот. Ну, я верю, что вы молитесь о ней, я молюсь, значит. Но сейчас вот она закрылась и не хочет дальше общаться на эту тему. Ну, видимо, понимает, что что-то не то сказала, может быть, и все. Вопрос у нее был, мы с ней переписывались о наказании детей. Она считает, что вы девочек никогда не наказывали, потому что у нее дочери, вы знаете ее положение, что вы ее и обличали неоднократно, что она отрезала эту пуповину. Вот. И не молится она своими словами, может быть, по причине того, что дочь ей там как-то, и она одно время по скайпу не выходила на видео, когда я просил, чтобы сестры в нашем одеянии. Причина была, что дочь со мной спит, поэтому, чтобы ее не будить, она, ну, вот, видео не включала. А потом, когда дочь в другой комнате спала, она тогда вот включала и выключала. То есть, дочь для нее это какой-то мини-идол, которую, как я понял, которую не нужно наказывать ни в коем случае. И она жаловалась, что ее отец ее бьет, то есть, наказывает. Ну, и просила, как бы, прощения, что она плачется в жилетку, как бы. Ну, вот. А я говорю, так как, писание повелевает наказывать, Игнать Тихонович наказывает, и мальчиков, и девочек. Че ты, какая дискриминация? Нет, Библия не говорит, что девочек нужно наказывать. Вот. Ну, вчера Игорь Добунов, да как же не говорит, если дочь священника, вернее, он другой пример привел. Да и в Новом Завете, в Ветхом Завете, там, дочь священник это. А он другой пример привел, что если пошла куда-то налево гулять, ее изнасиловали, и она не кричала, там, то все ее, говорит, сжигают. Как не наказывают? Ее пороть не надо, ее сразу на костер. Я, когда с Еленой это переписывался, она говорит, не надо наказывать. Я говорю, конечно, не надо наказывать, сразу ее в печку говорю, и все, и с ней уже ничего, если она ходит, ноги всем раздвигает. Че ее наказывать-то уже поздно уже. Раньше надо было, когда у тебя младшая наказывает, вот он и правильно отец-то делает, когда младшую наказывает. А старшую, че, я 18 лет наказываю, она танцами занимается, и брат Игорь Добунов обличил ее, она в слезы. Я думал, слезы покаяния, она, видно, я вспомнил как раз Машу барабаш-то, что смотрю, плачет она. Че, думаю, плачет? Да я накается, думаю, радостно за нее. Оказывается, она плачет, что и танцевать нельзя, ходит, там, помните, эту историю-то тоже было. В общем, благодарю вас за молитвы, Бог даст она образумица, но она считает себя правой, и просила меня вчера в переписке поговорить с вами, чтобы вы рассудили. А сейчас что-то не хочет. Может быть, я не прав. Может быть, действительно, вы девочек не наказывали. Может быть, действительно, детей не надо наказывать. Может быть, действительно, вот, как бы, вот в этом спор возник-то. У нас к истинному православию книга, в ней есть тема о семье. Там все сказано. И когда я начинаю говорить, мне замечание делают сразу. Здесь говорят, ну, вы это уже говорили, одно и то же. Ну, люди-то, я говорю, разные, одно и то же. В школе учат, мама мыла раму. Каждый год одно и то же. Ну, люди-то разные. Да. Вот так и здесь. Я ничего к этому добавить не могу, что сказала нам Святая Библия. И в этом все. Пусть читают, смотрят. Я сказал, не слушают. На мне греха нету в этом вопросе. Если ты не говорил, он погибнет, а кровь его, я взащусь от тебя. А если говорил, кровь его на его голове. А ты спас свою душу. Иезекииле 3.18. Так что от меня вы ничего не дождетесь, кроме того, что уже сказано. Я вчера и сегодня и вовеки тот же должен быть по Слову Божию, как Господь. Подражайте Ему, а Он такой же. И у меня изменения в том, что я говорил, вот эти записи какие есть 20 лет назад, они не изменились ни грамма, нигде. Осталось то же самое. Постоянно говорить об этом, как это Сутармин, там его. Да, да. Мне зачем говорить? Я сказал. Все о разводе. Беседую. Ролик поставил только, что она зашла, спросила. Ее повенчали. А муж, который теперь, он венчанный с другой был. Я говорю, что ты раньше-то не сказала? Она не спрашивает меня. А теперь спрашиваете. Ну да, я вчера тоже этот ролик посмотрел, допоздна как раз вот с этой вот женщиной. Потому что у меня же похожая ситуация. Так а теперь смотри, второй ролик, ее родная сестра вчера мне позвонила, чтобы убрал ролик, а его и не было еще. О, я говорю, это пора плюс скорее поставить, раз так уже заинтересовались. И с ней говорю, а у нее глазка нету, там увидишь. Ну, сегодня я выставил ее. И она уже не против, что ей разговор. Весь разговор выставили. Она рассказывает о себе и успокоилась. Я говорю, что вы все ко мне под язык-то лезете? Она ко мне позвонила. Я распоряжаюсь, это мой материал. Я записал. Ну да. Полезно. Да, вот Оля-то тоже была на этих занятиях. Она, почему Елена-то на меня восстала? Я говорю, давай я опубликую нашу переписку. Она, я же тебя просила удалить. Ты в моем доме, ты пришла, ты меня обвинила в том, что я лгу, что я тебе не верю. Что, ну, ты меня, как бы, получается, под язык, под мой залезла. А теперь раз, зад, в песке, я ничего не говорила, ничего не это. Я все, я за наказание, за наказание. Ну, а зачем тогда этот спор весь возникать? Потом мы с ней общались о... Когда равенство жены мужу, как это учение-то называется, Оль? Феминизм. Вот, она пишет, я ярая феминистка. Я, вот... Она-то живет, получается, с... Разведена, живет в одной квартире с отцом, ее младшей дочери, и говорит, мне не нравится, как он ее воспитывает, он ее наказывает. Я против этого. А сейчас, ну, и тут же говорит, что за... Вот, вчера занятие было, я так и не понял, что она хочет от нас-то. Вот. Или я что-то не так ее, да, понимаю. Вот я поэтому и к сестру Вольму хочу спросить. Потому что она присутствовала-то на занятии. Понимаешь, этот человек, говорит, я против, я говорю, не наказывает. Ну, не наказывает, а мальчик-то не слушается-то. Ну, и пришла домой, она заметила, там, товарищ был, он ему там достал кубышку, там, отдал и все. Ну, он не знает, что делать, он под кровать сунулся. Но она его достать-то не может, она свой туфель лежала, она туфлем туда запустила, и все. Паразит такой, наказывать тебе надо. Ну, прошло маленькое время, я там. Ну, ладно, вылазь, пойдем обедать, никого нет. Она полезла, он уже мертвый лежит, она каблуком прямо в висок ему залепила. Наказывать нельзя. У нас, рядом с нами случай был. Ребенка учить нельзя. И накапливается, накапливается, и, наконец, своими руками отец, считай, убил сына. И все. Да ни за что, этот Господь так все подвел. Ну, дьявол, конечно, но Господь допустил, так скажем. Да я знаю таких примеров много, в конечном счете. Это никак нельзя. Я не наказывал. А зачем вы ко мне? Никто не видел, как я ребенка наказываю. Ни один человек не видел за 45 лет. Я его увожу в отдельную келью, закрываюсь и дальше там с ним работаю. А все молятся, стоят. Как я его наказал? Никто не знает. Ни одного человека, тем более девочку. Если мальчику скажу, сними штаны там, я тебе накажу, то девочке я никогда этого не сказал и не скажу. Так что, я вам зачем буду доказывать? Наказывал, не наказывал? Считай так и так. А для меня это хорошо, потому что исследования были прокуратуры. Всех детей осматривали, кандидат медицинских наук в отдельные комнаты. И сказали, вас избивают? Не избивают, говорит мальчик один, а наказывают за наши дела. Она не знает. Ну, хоть один бы синячок какой-то был, что-то. Нигде ничего нету. А мне близкий прокурор района и близкий прокурор тайского края. И говорю, уберите это, что из устава наказывают физически. Я говорю, нет. Это необходимо. У меня порядок. Я не два дня был, начальник детского лагеря, 45 лет, а теперь уже 48. В другом варианте, формате еще три года. Вот так. Приезжали тогда, тут были 2-3 года назад. Уже здесь мы перешли в новый формат, в деревне жили. И приходилось с мальчиками разбираться. А где? В сарай. Я его завел там и побеседовали. И жалуются? Никто не жалуется. И когда уезжают, родители стоят. А отец и мать. Я ставлю ребенка на прощание между отцом и матерью, а сам стою рядом. Теперь давай, говори, Володя. Тебя наказывали? Наказывали. Зря тебя наказывал я или нет? Нет, не зря. А родители стоят, смотрят и смеются. Вот так. Был один парнишка, уезжает. Уже в вагон сели, а тогда поезда останавливались днем на нашем подстепновском разезде. Я говорю, ну и теперь, а отец на нем приехал с Украины. Ну сколько тебе попало? Нисколько. Как нисколько? А ну слазь, я тебе хоть маленько дерну. Для памяти. Засмеялись и поехали. Вот приезжает и не кто-то просто так, а специально директор Кэссенского института из Лондона прилетело. Есть сопроводительного со станки надали. Это чего-то стоит? И все рассматривает. Все разописывает. Их движущая сила не розга, а написали тире любовь. С большой буквы. И дети это понимают. Дети льнут. Не могли их усыпить. Знали, что я ночью возвращаюсь из больницы, когда лежал. И всем лагерем в деревне стояли там при луне и ждали, когда меня привезут. Одно это тоже что-то стоит. А я говорю, зачем же вы делаете? Среди ночи никак. А потом с флагом нас встречают из миссионерской поездки. Идут флаг российский, подняли и к нам идут. Это мы уже записывали на ролике. А что делать? Что делать? Ну, а вот еще вопрос о наказании со злобой. Лучше тогда вообще не наказывать, чем делать это вот там... Конечно, лучше. Лучше. Несравненно лучше. Вот как сказать? Как наказать? Что? И у меня наказание, физическое, повторяю, ненравственное, физическое наказание разнообразное было. И за 48 лет, ну, полвека, считай, никому не доверил наказывать детей. Вступил на территорию лагеря, родители теряют право над ребенком. Не разрешаю наказывать. Вы можете его забрать, дальше делайте что угодно, ваш ребенок. Но вы мне его сдали. Все, теперь я отвечаю до тех пор, пока вы его не заберете. Так, вот конкретный вопрос. Священное Писание говорит о наказании девочек мамами. Привели же уже, уже не я наказываю, а Бог повелевает наказывать. И не как-то отнять им жизни. И притом намного строже, чем обыкновенная девочка. Если она была дочерью священника, то побить камнями за несохранение девственности. Только один грех. А где говорится мужи-братья, в Библии, ты заряди сколько раз там, там 115 или сколько раз, и ни разу мужи и сестры. Почему? Потому что к ней нельзя обращаться. И где говорится о мальчике, это значит и о девочке. Библия не ведет родословную по женской. Ну, у нас как, говорят, мама родила? Нет, у них Авраам родил Исаака. Ну, понятно, что родить не может мужик. Но не положено родословную вести по мужской линии. Накормил Господь 7 тысяч рядом. Не считай женщины детей. Почему? Несовершенная. И женщина не входит в счет. В перепись их не писали. Их как будто нету. Писали от 20 лет и выше. А они же не считались. Мы должны понять язык Библии. Где говорится мужи и братья, отцы, там везде означает обращение и к женщинам. Потому что смотрел мужчину и женщину, сотворил их. Как будто единое целое. Двое, одна плоть. Да, понятно. То есть, когда говорится о наказании мальчиков, это говорится и о наказании девочек. А разделять привилегию девочкам можно. Девочкам, с ней не улыбайся даже. Да, еще строже. Да. Потому что, как говорится, от мальчика ничего не приводит к рейсу Рассаната Льва Толстого. А от женщины прибудет. Да, я и Лене точно так же это все вот прям так же и говорил. Потому что я с вами-то уже много лет. А она нет. Мне надо вот доказательства в Библии конкретно. Чтобы ей в Библии напишите мне, что мать должна наказывать дочку. Причем она говорит, я с этим согласна. Я за физическое наказание. Но я против бездумного наказания, когда отец при этом матерится. Но он, если не верующий, он по-другому не умеет. Но он наказывает. Смотря за что. И как. Тоже это, конечно, нужно во всем разбираться. И я с вами согласен, что лучше вообще не наказать, чем наказать так. После чего, дальше я цитирую Лену, дочка может уйти и отдастся кому-то, кто ее первый приголубит. А тебе о последствиях думать-то не надо. Это уже дальше советская зараза. Нету ни того. Я накажу, а он убежит в юридическую юстицию. Это от тебя не зависит. Тебе Бог дал повеление наказать. Все, больше не надо ничего думать. О последствиях тебе не надо думать. Последствия Бог берет на себя. Ты выполнил ее указание. Да. Вот. То есть, да, здесь вот вы со мной согласны. Я с вами согласен. И я, как бы, Лене-то пытался донести эту мысль. Но он не принимает. И вот упертый ее вот пока на своем. Ну и все, как он сказал, и все. Жить-то есть, дочерь, ни мне, ни тебе. Не надо больше к этой теме не возвращайся. Главное, что ты не промолчал, не лицемерил. Сказал, как есть. Я другого сказать не могу. А как я наказывал, это можешь спросить только тех, кого наказывал. Я ничего не говорю на эту тему. Наказывал я или нет, я даже говорить не буду. Зачем вам знать? Я начальник. Я перед вами не подосчетное лицо. Ну вот, она утверждает, что Игнатий Тихонович только пугал. Может и так. А не наказывал. Я говорю, если он только пугал, а не наказывал, то он лжец получается. Если он сказал, что есть наказание в лагере, значит они есть. А мальчиков и девочек, она вот тут вот уперлась. Нет, он только мальчиков. Девочек нет, не наказывал. Я говорю, да наказывал. Я в лагере был, ты видел как, платочек нет. У кого нету, девочки забыли. Кто полюбегут, мальчик и девочка, и все бегут, у кого нету. Забыл? Да, все, физическое наказание. И девочки так же бегают. Наказание это не означает пороть только. Наказание я лишаю еды, еды лишаю. И мальчика, и девочки одинаково. Чего усыпились? Ну понятно. Да, но здесь я с Леной согласен, что наказание мальчика и наказание девочки должно быть разное. В том плане, что вы с девочкой никогда ей не оголили ягодицы. Тут и понятно, вы мужчина. Но если отец плотской, дочку-то имеет право, он по голой попе, или тоже ей надо через юбку это делать? Да, через юбку не надо голую. Голую не надо, не надо. Ну так и понятно, что и не надо. Не надо, а не верующие, так, ну. Вот передача-то шла, помните, судили-то семью-то там, все обсуждали, там дворкин все были, что мужчина-то отец наказал девочку-то. Да, 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 да. Вот, к примеру, то есть он говорит, по лодочке, юбку там все. Школу, так он специально надевал дополнительные колготки на нее, дополнительный одень. Разговор был, что там, и она на линейке не была. Хороший ролик такой. Ну, а вот по поводу феминизма тоже я из вашей же книги «Открытым локом» нашел, послал. А потом смотрю, она ролик выставила, где Лукашенко говорит о том, что да у нас всегда наказывают, что вы у нас учите-то. Это ювенальщики там, видать, тоже хотят в Госдуму Выхнюю в Белоруссии провести закон, чтобы они подсматривали в семьях, кто кого наказывает и законами пытались регулировать семейные конфликты. Лукашенко сразу отмел, он говорит, да мне надо, я за ухо взял его, в угол отвел, надо я его примнем на пару, что вы мне будете тут это самое. Зачем вам это, говорит, никогда этого я не допущу. Вот, и он прав в этом отношении, то есть он за... А чем опасны-то вот эти феминизические движения, движения ювенальщиков, это идет к развалу семьи. А семья – это создание Божие. Как бы и Бог охраняет ее, и церковь. Ну, феминистки-то, кто феминистки-то? Это где муж подкаблучник, потом, как правило, разведенки, и не один раз уже разведенки. Вот в чем смысл-то. А для чего это нужно? Чтобы нарушить то, что Бог сказал. Всякая власть от Бога. А какая самая первая власть? Власть мужа над женою, родители над детьми. Ян Златоус поясняет. Эта власть, говорит, есть у животных, у рыб, у всех, у птиц. Вот, а феминистка. Да. Но не может быть христианкой быть феминисткой, это определенно. То есть если ты обещала Христу... Но она только думает, может быть. А она, как она будет ей-то? Только что не согласна. А ничего она не сделает. Вот мы были в Германии, у Сортисон Валентины Дмитриевны. И она прямо говорит, она на кухне там щебарничает. А я записываю. Не тайно, а открыто. Я говорю, а где муж-то? Где? Я все время считала себя умнее его. Все время его учила. Чтобы, в крайнем случае, ну, ровные мы. Наконец подровнялась, никого нету. Я одна. Ушел другой. Она говорит и смеется. Вот и все. Она открыта. Я все время казалась себе намного умнее, чем он. Он немец, тамошний, германский. Ну, отношения сохранились хорошие, там, так-то никаких претензий не было. Ну, я вот сама все время унижала, выходит. И она открыта это говорит. Она не феминистка, но она так научена была. А теперь, а теперь я вижу, что я не права. Она все говорит. Так и здесь. Я феминистка. Фемини, феминист, это женственное, женское. Маскулинум мужчина. Это падежи. И вот они на этом не останавливаются. Дальше. Вот они теперь, лесбиянки. И на этом не останавливаются. Отче наш, сущий на небесах. Она. Ну, отец там написано. А и мать. Отче и мать, сущий на небесах. То есть она на небо уже лезет. Она не может остановиться. Потому что сатана уже на цепи бьет ее об забор. Как какую-то мелкую шелудивую собачонку. Где это есть? Два миллиарда мусульман. Тысячу триста лет. И никто этого слова не произносил. Вольность женщины нельзя давать. Она должна быть под строгим надзором. Вот. Понятно. Мальчишка. Ну, сколько там лет? Пятнадцать, шестнадцать. Не знаю. Берут его не тервью. А отец-то где? Отец шахит был. Он взорвал сам себя. Я такой же буду. А мать как? Мама одна. Ну, а если она, ты узнаешь, она приводит мужика, ночует и уходит. Он маленько поставил. Зарыжу. А сестренка есть, ей сколько лет? Двенадцать. Ну, а если она с парнем там будет дружить, с чего? Дружить будет отдельно там с ним. Зарыжу. То есть, он делает все, как положено. По их учению. Учитывая шариат и другое национальное обычае. Ну, представь себе. Дочь сидит за столом. Что она не поладила с пацаном, с братом? Там не написано. И он решил отцу сказать. Он тоже не знал последствия. Богато живут. Папа. А Иша целовалась с мужчиной. Отец, а ну-ка, дочь, что он говорит? Да, папа, это мы спектакль ставили. Он только прислонился. Как прислонился? Ну, это открыто было на сцене. Это по режиссуре так. Я спрашиваю, целовал или нет. Да, папа, это так. Он сразу взял пистолет и прям за столом ее застрелил. За столом. Это не то, что крайне безумно. Но они следят. Этого не отнимешь. Советские стоят издалека. Видят девушки. Он приблизил в объектив и сфотографировал. А они заметили. Маленько прошло, говорит, несколько секунд. Двое быстрыми шагами подходят. Подошли к нему. Мы просим вас. Сотрите. Да это далеко. Мы сказали, сотрите. Я была без паранжи. Мы учимся в университете. И когда увидят, что мужчина наш снимок где-то будет, нас выгонят из университета сразу. Я, говорит, тут же показал им, как я стираю, стер, видите, чисто. Вот как. Это сегодня. Советские пишут. Поехали они там какой-то мини-футбол играть. Ну и слазить. Ну как, одеты. А их самолеты не выпустили. Одеться как положено. Как длинное платье должно быть. Платки, чтобы были, вот как у наших. Волосинки не было. Тогда будете играть на футбольном поле. Все. Другая прилетела с посольством. Спускаться ее полицейский остановил. А вы без платка. Ну и что? Вы без платка. Вы не имеете права заходить. И юбка должна быть вот такая до полу. А почему вы указываете мне? Я с деликацией. Деликация вон она ждет вас. Верните самолеты, оденьтесь. Иначе прямо только ступите сейчас в трап. Это ваш. Ваша территория. Но как только сейчас на землю ступишь, я сразу арестую тебя. 40 ударов палкой, через 20 минут поедешь домой, 700 тысяч долларов заплатишь. Она мигом вернулась, пододелась, вышла как мусульманка. А у нас так не делаем. Вот она секретарь, не секретарь, а ну да, секретарь городского УВД милиции. Морозова Александра. Ее берет с собой Влад тут, Галенко. Он у них работает, фотокорреспондентом. И она переоделась, и вот вышел журнал милицейский, там охрана называется. И она там сидит, красивая такая, одетая, с улыбкой все время. Не надо было ей грозить. Ничего не делали. Просто мы молимся. И мы достигаем намного лучшего результата, чем если бы я ее угрожал и бил. Молитва. Вот такое дело. Я говорю, опыт в моей жизни. Ни одна девочка никогда не показывала что-то оголенное. Да, в большинстве случаев беседуем, говорим. Но девочка заматерилась. Ее я уже без наказаний не оставлю. Кладу жгучую крапиву и проводи губами по ней. Если боишься, значит, наказание твое я беру на себя. Я выхожу и перед строем жую эту крапиву. У меня все губы в алдырях. И она тогда поворачивается назад, тогда накажите меня. Подход разный был. Не такой. Положено, я буду наказывать. Лагерь у тебя будет, тобой образованный. Тебе дадут родители, дети, и тогда будешь. А пока я разберусь сам. Так, еще вопрос о физическом наказании мужа, жены. Тоже у нас этот разговор зашел. Я так понял, что у сестры было это. И она говорит, я больше никогда замуж не выйду. И причиной вот это, что должно быть равноправие. Как это смысл, что причина не просто там, что там Богу служить. Хотя она и это пишет неправильно. Но она уже не дева. На вопрос равноправия нет права. Почему апостол Павел не доказывает равноправие и говорит, не муж для жены, а жена для мужа была состворена. Вот и весь ответ. А она может быть генерал, а он и фрейтор. Все равно она подчиняться должна. Маргарет Тетчерс, железная леди ее прозвали, железная. Ее спросили, самое главное у вас утром какая задача? Она говорит, накормить мужа. Там причина развода как раз, что перестал мужа кормить. И все, теперь вот. Ролик вышел, как правильно наказывать жену. Кто там, не знаю, плетка, чтобы было. Раньше было, а отец дочь замуж выдает и плетку, передает плетку. То есть наказывали девочек, разности нет. И ему говорит, вот я ее сохранил. Вот моя помощница, показывает на плетку. Там, ну может быть она на три конца. А теперь тебе передаю, заботься о ней сам. И он теперь, я говорит, ложусь спать, когда рядом на подушку между нами кладу эту плетку. И ей рассказываю, она смеется. А теперь давай начнем помаленьку. Давай по ноге я тебе стягнул. Стягнул, больно, больно. Ты что, Петя, так больно-то? Привыкай помаленьку. Я тебе помаленьку приучу, чтобы плетки не боялась, а меня любила. Это муж жене так говорит? Да, муж жене говорит. Первая брачная ночь, он плетку кладет рядом между собой на подушку. Ну вот. Это сегодня, не вчера, не сегодня. Сегодняшняя, так люди воспитывают. Вот. А у Лены прям страх политических плеток наказаний. Я говорю, не бойся. Она была у меня на занятиях, увидела, как мы собак тоже этими прутиками-то наказываем, когда коррекцию делаем, и вот, ты там, вроде как, я видела, как ты собак наказываешь, я вот больше с тобой, как бы, ну, как. Ну ладно, собак наказывать пинать не надо, конечно. Есть плетка, специально стек называется, для собак. Да, мы этими стеками и работаем. Пинать, конечно, это... И лошадей наказывают так же. А как она будет тебе сушиться? Пряник и кнут. Да и Писание говорит, Бог говорит, вол знает ясли господина своего, а вы, народ мой, не знаете мне, во что вас бить еще? То есть, понятно, что скотину всегда били, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? То есть, их укращает всегда животных, и без этого никак. Каждое животное естество укращается и укращено естеством человеческим. А если у него не будет инструментов, как его на укротить? У собаки зубы, у тигра зубы. А человек что, голыми руками? Ну, давит, да, ему Бог давал такой удар, голыми руками пастил львам рвать. А вот у меня нет такого удара. Мне приходится стеками пользоваться, дрессировочными рукавами, костюмами. Послание к евреям, апостол Павел пишет, есть ли такой отец, который не наказывает детей? Если наказывает, то вы не его дети. Не тем ли пащи? И дальше говорит, посланник евреям в Новом Завете опирается на Священное Писание. Дети! То есть, тот, кто противостает против этого, он против Слова Божия, против Бога восстает? Конечно, против Слова Божия. Вот у меня за это душа переживает. То есть, человек принял крещение. Как бы я тебе сказать? Вот я те же самые слова скажу, а она примет. Тут не надо. Я скажу, ладно, отложим разговор. Ты через недельку посчитаешь, подумаешь. И при том, я имею учителя около тебя, который мне будет помогать. А кто это? Да дочь твоя. Ты сама поймешь, что она не слушается, и тебе захочется ее дернуть, ударить, что в руке есть. То есть, как раз ты, она дочь твоя, подтвердит, что я прав был. Вот смотри, я говорю, вот эти шапки разные, антатуры, женщины, не носите, в платочках ходите. Нет шапки. И говорю, с собой деньги не берите, вечером идете, ключи в сумочке не носите. Тем более паспорт. Я говорю, говорил, много раз говорил, она идет с работы, получила за три месяца деньги. Ключи, паспорт, все в сумочке. Он встречает ее какой-то, кто-то ему сообщил. Долбанул, сумочку вырвал, и был таковский. О ком я говорю? О Марине. Точно. Я говорю, смотри, сколько у меня помощников-то. И она на следующий день в платочки пришла. Вот. Да. Да, ну тут, понимаешь, Сергей, тут... Здесь вот шестое качество лидера. Привлекательное, да. То есть не у каждого, но это есть. У меня одна сестра подходит, пожилая. А что? Одного брата спрашивает, он будет на богослужении? Будет. Ну я в следующий раз приду, когда его не будет. Я его боюсь. Ну ты знаешь, кого бояться. Вот. Да дай бог, Игнать Тихонин, что у вас такой дар есть. И вы лидер, истинный пастырь, овец наших заблудших. Но когда овца говорит, что кроме этого пастыря, я никого больше слушать не буду, вот это уже настораживает. То это уже идолопоклонство прямое, самое настоящее. Мы не знаем, через кого Господь скажет. Может, будешь... Через аслису Господь скажет. Да. Лишь бы коснулся и... И да, и молюсь. Я обычно так, вот она не так, я выписываю на бумагу, ей все, полный текст стихов этих, и вручаю. Вручаю и говорю, вот смотри, я исчез, меня нету, я умер, а это останется живым. И ты эти слова на суде Божьем увидишь, как горят над твоей головой. Тебе надо в них войти, в эти слова. Поступай, я уже все сказал, зачем я буду? Спорит тот, кто ничего не знает, запомните, это мое изречение. Да. Кто знает, тот возвещает истину. Все на этом. У меня один такой грамотный, я это себе запишу сразу. Я говорю, заметь, Иисус не спорил, написано в Ерисей. Все спорили с Иисусом и с Его учениками. А я что буду спорить? О чем спорить? Что земля круглая, а не плоская. Так. И вот еще у меня вопрос по поводу... Я не досмотрел этот ролик с сестрой, которая венчанной, брак-то у нее был. Она не знала, и вот что теперь вот. Вы как бы... Ну, совет-то напрашивается расстаться с ним, раз он и болеет, и все, и вот. Но у нас-то в общем... Ну, там, правда, не венчанный. То есть, это имеет вес, был венчанный брак или не венчанный. Вы говорите, что если блудники были, то есть, не венчанный брак, то... Ну, два блудника, потом допускаются повторные браки и венчание. Но венцы уже, как бы, по идее, это и не надо надевать, раз они девственность не сохранили. Вот. Но если по высокой шкале, то, конечно, брать, что он девственник, она девственница, только тогда этот брак верен Богом. Но сейчас мы жили в языческом, как бы, безбожном мире, и сейчас найти девственницу жену, это, ну, или девственника мужа, ну, просто нереально. И церковь, может быть, поэтому, говорит, лучше жениться, нежели разжигаться. Они же тоже разжигаются, которые были в браках. И вот, ну, жена ушла, как бы, ее тоже эту девушку-то жалко. Она-то, как бы, не виновата, что ее попы, там, обманули, как вы говорите. Вот. И она жить без него не может, и подталкивать ее на развод, то у нее тоже брак венчанный, хоть он и недействительный. Так, может быть, и тот был недействительный. Я вот считаю, что мой был недействительный брак с моей венчаной женой. У меня веры вообще не было. Я когда женился, я точно знал, что я буду изменять. То есть мы, как блудники были, мы два блудника сошлись. Обряд это совершили в церкви по наостоянию мамы моей. Она тоже была неверующая. Ну, говорит, чтоб все как у людей. Я не к тому, что я там жениться хочу, но я мужчина, как бы, у меня тоже похоть играет. Я живой человек. И вы знаете, о чем я говорю. Вот. Но Священное Писание говорит, женишься на разведенной, прелюбодист меня это останавливает. Я тоже, хоть я и считаю, что разведенный. Тоже вот и Елена Голодыщук. Она, когда крещение принимала статус, не замужем. Но она два раза была замужем. У нее статус разведенная. Но раз они не венчанные, значит она свободна. Если ей можно по канонам замуж выходить или нельзя. Тоже вопрос остается открытым. Видишь, церковь установила. Живой она считалась. И поэтому венчаны, не венчаны. Так она уже там сколько раз. И я у нее был не первый. Все запутанное. Поэтому церковь ограничила венчанием. И я думаю, это правильно. Вот знакомая мне одна. Я лично не встречался. Ну, по всему понравилась она мне. Хорошая. Музыку пишет. Верующая. Пришла в вере. Прям тут на занятиях у нас. Ну, я говорю, ты приезжай летом. То у нас побудешь. У нас есть и неженатые парни, сказал. Она говорит, а я их уже знаю. И о ком я думал? Я о ком думал. Она говорит. Он уже познал женщину. А я сохранила себя. И хочу, чтобы такой же был муж. Вот и все. Да, это и справедливо. Но и вы правильно говорите. Если у него уже был. Зачем тебе девственник сказать. Бери такую же. Которая брошенная. А брошенная она разведенная. А на разведенной нельзя жениться. Потому что писание говорит. Хоть она и не венчана. Но она разведенная. А статуя уже разведенная у нее. Или все же нет. Или вот церковь правильно говорит. Если она перед Богом обещала Богу быть верна. Это одно. А когда просто в блуде жили. То это другое. И церковь разрешает. Потому что я и с батюшкой разговаривал. То есть он сначала мне говорит. Что да. Я повенчаюсь. И ты будешь жениться. Потом мне. То есть тоже спорный вопрос. Потому что я ему объясняю. Что у меня венчания то не было. Но я не был членом церкви. Я не крещеный был. Тоже такой вот вопрос с ним. И я говорю. Вы узнаете. И говорю. Можете. Можно мне по канонам заключать брак. Он мне сначала говорит. Да. У тебя будет брак. Это у тебя будет первый церковный брак. Он мне на Таинстве Исповеди это говорил. Мы с ним беседовали. А потом. А у меня то все равно совесть тревожит. Ну как там же жена, ребенок, венчанный брак. В общем. Она замуж вышла за другого. Тоже прелюбодеяние было. Как вот это. Ну все. Мы расстались. Значит не связаны уже. Там потом писание говорит. Что если не связаны. Ой. Если неверующая сторона желает развестись. Брат или сестра не связаны. Мы уже тоже с этим говорили. Не связаны в плане того. Что можешь развестись. В этом связи нет. Но повторно жениться. Должна оставаться безбрачна. Это я просмотрел. Мы уже говорили на этом. Но однако же церковь благословляет эти вторые браки. Из-за чего? Ну чтобы большего горя не было. Блуда может быть. У него похоть дожгет. А как? Она сейчас тоже. Она говорит. Я не могу без него жить. Как одна? Она тогда блудить пойдет. По мужикам. А это еще большее худшее зло. Так пусть и уж лучшее. Я не знаю как Бог будет судить таких. Прелюбодейка она или нет. Бог судья. Но мне ее жалко. Эту девушку. На ролике. А вот в Великом Инквизиторе из братьев Карамазово-Достоевского об этом говорит. Когда Великий Инквизитор, то есть Антихрис и говорит. Вы спасли Малый Горск от своих гордых. А мы разрешим грех. И спасем всех. Вот мне один тут, который выстоял. А тут уже пошли отклики на это. Где я разговариваю с этой душой. И вот у нас четыре жены, чтобы люди не согрешили. То есть планка нравственности положена в лужу, в грязь. Да четыре это конечно понятно, что это разврат. Четыре жены одновременно. Но когда говорит он уже пять лет уже не живет, она уже с другим живет. То есть если бы они не были венчаны, то вы бы благословили ее брак. Я так понимаю. Я разговаривать не стал бы. Написано остался без жены, нищий жены. Вот образец. А то начинает даже у баптистов по-своему венчает. Нехорошо одному быть. Нехорошо. А почему вы не говорите, что Иисус через апостола Павла говорит. Хорошо, оставайтесь как я. Слово-то хорошо теперь по-другому. Там написано наполняйте мир. Наполняй землю-то. Она переполненная. Каждый день умирает 70 тысяч от голода и недоедания. Каждый день. От абортов, Игнатий Тихонович, еще больше умирают. Да, конечно, больше. А мужики делают тоже. И с этим тоже как-то надо бороться. И поэтому апостол Павла говорит, лучше жениться, нежели разжигаться. Никак. Значит, продолжается. Если женишь, ты не согрешишь. Сергей, остановись. Ты эти законы, которые даны для церкви-то, зачем туда лепить-то? Аборты, то другое, это вне церкви. Нас это совершенно не касается. Верующий никогда этого не делает. Кто? Рожденный от Бога не грешит. Ты же проходил первое послание Иоанна. И не может грешить. Он даже в мыслях это не допустит. А так-то за родителями ходил. Все, внешне ходил. Ходила, ходила она. Я ее водила за руку. Она со мной ходила, прищищалась. А сейчас мужа не любит. Почему? А он как тряпка, ни в чем дело не участвует. Ей нужен крепкий мужик. Ну и познакомилась с кем-то. Вот такая история у меня. На днях только меня спрашивают, что делать. Ничего не делать. Только молиться. Она никакого отношения к церкви уже не имеет. Она уже выпала. И отступись, сказала, отойди. Что вы настаиваете на своем-то? Настаивать ты ничего не добьешься. Во-первых, и потерял совсем. И кто тебе говорил, там, феминисты, больше на эту тему ни под каким видом не разговаривают. Никак. Ну, а я закрылся, да. То, что она говорит, такое на ее жизни никак не отражается. Это у нее в мозгах. И это ее Господь будет вращивать по-своему. Это не в один день делается. Да, я это понимаю. Один развод, второй, третий. Она поймет, что что-то не то. Да, это Бог, да. Так она молится, чтобы Господь дал мне мудрости. То есть она считает, что я не прав в этом вопросе. Но жизнь-то показывает. Но я-то какой учитель? У меня у самого два развода. Я поэтому, и она меня и не слышит. Потому что, ну, я раскаившийся блудник. Тут тоже эта женщина говорит, он уже покаялся, уже давно все, Бог ему простил. Ну, простил-то, простил. Ну, дальше-то пролеподеяние тоже не нужно делать. Где мы говорим об этом, тема закрыта. Ты это в отдельный ролик выстави, который не вопросы, а ответы. И выставь, я его заберу. Да. Как его название сделаем? А я сделаю как-нибудь. Ну, чтобы вы поняли, сейчас сразу мне его назвать. Я могу назвать так. По протоптанной и непротоптанной стезям. Ни о чем не понятно. Что здесь обойдет? Протоптанно то, что везде по-своему делает. Непротоптанно евангельское стезям. Что непонятно-то? Раз не поняли, значит, это не для него. А другой поймет. Мы говорили о том, что делает неправильно. А то хуже будет. Она будет одна, больше будет блудеть. Зачем тебе-то фантастикой заниматься-то? Будет она, не будет. Какая тебе разница? Что ты будешь там кормить ее? На своем настоять только. То больше ничего она любит. И любители спорить хватаются за эту тему. Я никогда не буду спорить. Я сказал один раз, я отошел. Отношения мои с ней сохранились. Она думает так. Она ничего не приносит в общину этим. Никак. Она не только говорит. Говорит, а впереди у нее научение. И не какое-то от своей дочери. Вот и все. Никита Михалков. Уж он как к своей дочери там тресся. А она этого жигурду, который там уже несчетное число раз. Она в него влюбилась. Все. И он руками разводит. Еще я сделаю. Так видите, Господь-то как делает, что дочь ее-то, Ленина, приходит в храм. Как раз накануне этих разговоров, просьба, молитвы. И такое чудо. И перед этим она мне жалуется, что дочь не слушается, я плачу. А наказывать-то как вы 18-летнюю-то уже вроде как поздно. Теперь дальше-то. Телефон отключает. Разговаривать нельзя, дочь спит. А вот против этого категорически против. Здесь абсолютно не годится. У нас работает в избе все. Ребятишки спят. Нас никогда не касалось это. Ребенок он все парализует. А что это такое? Телефон отключает. Маленький ребенок спит. Зачем он спит-то? Ты его на молитву подними. И надо-надо. Он прислонится к стенке и сразу заснет. Вот как у нас отец спит на палате. Он руку просунет, по ногам посчитает сколько. Да Мария скажет, да дома все они. А мать встала, кто-то ночью плачет в огороде. А там Валентина, это моя сестра, маленькая была. Она залезла, заморилась. А ночью-то холодновато. Она проснулась и там плачет в огороде. Одна. У меня еще, знаете, какая мысль была. Вот Писание говорит, что из посторонних никто не смел пристать к ним. То есть люди понимали, то ли им стыдно было, что они такие святые, правильные. Я переношу на наши молитвы. То есть мы молимся, вы открыто, у вас постоянно видео включено. Что вы там едите, у вас все открыто. И это людям импонирует, это нравится. Здесь выйти на молитву, я говорю, прошу, братья, сестры, включите видео. Чтоб люди видели ваше боязненное житие, прославили отца вашего, немец. Какие у нас сестры, голубки-то, красавицы. Хотя бы внешне, я уже не говорю там. И вы тоже это радуйте. Чтобы на свадьбе-то хотя бы прикройте эти груди-то. Тоже сестра включает видео, все, платок как попало, кофта в обтяжку, соски видно. Я говорю, ну лучше бы не включала уж, господи помилуй. Он потом замечание сделал, наделась как бы... Я про Марину говорю. Где Благодатская-то, нету ее? Благодатская, да не знаю где-то. Бывает она на занятиях-то. Она есть в интернете, мне в Одноклассниках там ролики скидывает постоянно. Почему она не приходит, она же местная. Ну да, у нее по времени должно, наверное, совпадать. Она с какого города-то? Так, ну все, давай заканчивать. У меня брат уходит, мне надо прощаться с ним. Ладно, вопрос, допустим, как вы поддержите, нет, если, допустим, обязательно видео присутствия на молитве, это не нужно вводить? Неплохо, если только не будет вредно самому видео. Иногда многое начинает... Давайте тогда я так напишу, что на молитве только с видео. Но если будете тормозить, я буду сам лично отключать. Отключать те, которые уже были, которые были, тех отключи, а то они все время одни и те же. А других показать, как они молятся. Вот показано, как Виталий молится, кланяется. Конечно, это хорошо. Вот, то есть давайте такое правило введем, что нельзя молиться без видео. Видео, если как бы, ну, как-то вот так. То есть вы меня поддерживаете в этом отношении. Обязательно, ты вот только говоришь, чтобы никаких ников, аватаров, фамилия, имя и фотографии было и могли показать себя. Не просто по токарщику поставить. А раза два предупредите. Вы должны быть с глазком. Веб-камера должна быть. А скажет, у меня нету, поставить. И каждый раз ему напоминать. А скажет, нету, значит, вы не хотите. Ну и дальше уже властью данная тебе. Закрой его и все на этом. В другом месте ищи. Правила наши никому не позволено нарушать. Это правила. Ты их напиши. Иная, начинает отказываться от скайпа. Я уже знаю, там обманщик сидит. Подразвивая предлогами, чтобы ты колесо его не видели. А он совсем не тот. Он плюгалит. Игорь Михайлович, а этот Ким, Ким там вам перезвонил потом? Давай. Ким. Кто позвонит? Ким вам звонил или нет? Ким. Никто не звонил. Ну помните тот раз, вы говорите, черный там Ким, Ким, он у него была, фамилия. Ким и звали его Ким. Может быть это не фамилия, просто так он. Никого нету. А раз его нету, значит... Ну он не перезвонил вам, да? А они боятся скайпа, чтобы их видели. Боятся. А раз боятся, значит там нечисто. С ними общение прекратить. Обманщики. Там вы когда, Астахова, видео всплыло, а вы думали, что это он. Но это не он был, Астахов потом сознался. Значит он не перезвонил. Он по голосу вроде расположен. И может он... Уже намек на то, что... Что-то нечисто, да? Конечно. Там может быть совершенно другой человек. Ладно, Игнать Игорь, спаси Христос. Слава Богу. Вот так. Спаси Христос вас, братья. Слава Иисусу, миленькие. Да, Игнать Игорь, спаси Христос, с Богом. Вытащи мне этот ролик, который сейчас беседовали. Сюда скинь сразу. Вот так.